Всем привет! Вы смотрите второй эпизод шоу «Нанято», в котором темлиды ведущих data-driven компаний собеседуют кандидатов в условиях, приближенных к реальным, насколько это возможно. Кстати, если хотите принять участие в следующем эпизоде, напишите нам на почту youtube.sobakovlissibilita.pro с пометкой «Нанято участник». В этом эпизоде мы слегка изменили правила и пригласили двух известных data-сайентистов, чтобы они пособеседовали друг друга. Смотрите, что из этого вышло. А пока смотрите, напишите в комментариях, какие еще вопросы вы включили в собеседование. И, конечно, не забудьте подписаться и поставить лайки, если шоу вам понравилось. Меня зовут Виктор Рагуленко, и вы на канале FLEZ. Поехали! Меня зовут Артур Кузин. Я работаю в компании Sber Devices, где занимаюсь созданием платформы компьютеров зрения. Меня зовут Сергей Колесников. Я руководитель направления исследований в Тинькофф AI. Ну ладно, Артур, как ты все-таки дошел до жизни такое, что мы сидим с тобой в белой комнате, вот с табличками и написанными именами, ну, совсем уже перебор. Ну, меня позвали сюда, и мне показалось, что это прикольная идея. Я думаю, ты спрашиваешь про то, что, типа, как я начал заниматься data-science, или... Да, как ты вообще дошел до жизни такой, что какой-то data science, платформы, computer vision, непонятно. Это сложный вопрос, на самом деле. Я 8 лет занимался наукой. Это никак не было связано с data science, это было связано именно с экспериментальной физикой. Я создавал новую структуру, я, типа, работал на разных установках, измерял их, и пытался... Как ты, например, последнее, что я делал, это спазер, это лазер на плазмонных колебаниях. Но, как бы, у меня всегда была такая некоторая особенность, что я параллель ввел несколько активностей, и одна из них была в стартапе, который занимался, типа, сильным искусственным интеллектом. Тогда это еще было 5 лет назад, или даже больше, но это, очевидно, неправда. Но, при этом, как бы, это был прикольный способ погрузить свою мейль, научиться, вообще говоря, программировать. Об этом мы еще поговорим. Да, это тоже спорный вопрос. Ну и вот, и дальше в лабе узнали, что я могу заниматься, могу программировать, не могу обучать нейросети, это тоже довольно редкий скилл. И после этого в лабе начался аванпроект, связанный с нейросетями, и в итоге я и в лабе, и в стартапе занимался нейросетями. Вот, сорян, но все-таки интересно радио. Мне кажется, лет 5 назад там как, вот не было вот этого, знаешь, сейчас модного Paytarch'а, Jaxx? Да, тогда был Kaffi, соответственно, его нужно было скомпилить так, чтобы он запустился, и это, типа, у меня один раз получилось. После этого, по-моему, там самое юзабельное было, это на самом деле Mixnet. А Tiana? Тиана, оно не было на одной видеокарте как работало. А у меня тогда уже, точнее, можно было уже поставить две видеокарты, это было быстрее. А, все, уже тогда начались проблемы первого мира. Да. Мне кажется, некуда поставить мой девбокс. Не, ну тогда было еще не так жестко. Ну, короче, Tiana как-то... Там, к тому же, по-моему, была... А, лазанья была самая прикольная, да. Поехать Тиана. Поехать Тиана, да. TF, по-моему, был ультрасырой. Он был что-то типа версии 0.11, по-моему, тогда в то время, и это было прям боль-боль. То есть, там были ошибки, что ты там, типа, ставишь placeholder, он такой, типа, просто иди на хуй. Типа, он не работал, и что еще было? Не, Mixnet самый юзабельный, если честно. Типа, он прямо из коробки был быстрый, ну, там было все понятно, и можно было файн-тюдить. А, ну, собственно, как бы, прям полностью перешел, когда я выиграл конкурс Авито, и мне позвали в Авито на медла. Это было, можно сказать, начало моей карьеры в Data Science. И это было сразу картинки, потому что картинки визуальные. И дальше все было как, ну, дальше, например, знаешь. Дальше Debrain, X5, Zberg Devices, да. А твоя история как звучит? Я поступил на физтех, вот. На фалт. Да, даже обучался на факультете аэродинамики и летательной техники. Ну, то есть, это, знаешь, это вот штука, которая не связана с инновациями, высокими технологиями и прочим. Это, короче, ты учишься аэродинамики, всякие физики. Нет, там же есть моделирование, очевидно. Там есть, там, типа... Да, потому что я умел пробовать, я много занимался моделированием. На самом деле, там прикольные сейчас курсы по механике. Вот. Веселый интерес. Не знаю, почему. Вот. Не зашло. И там, так как я все-таки умел программировать... Да, важный скилл, хочу заметить. Вот. Можно было позаниматься всевозможными численными экспериментами, вычмотами. Делали еще, там, на самом деле, большие стенды по управлению всякими этими самолетиками, типа Мигра и прочих ребят. Прям, знаешь, с 3D и кабинкой. Вот. И надо было там делать все возможные. Ну, кажется, это именно про численные методы и про, как бы, такое моделирование, которое про... Ну, не знаю, глядсерч, что он говорит, там нет ML. Ну, там, да, на самом деле, численные методы. Вот. Сейчас. Там еще были у меня много алгоритмов на графах. Я занимался планированием маршрутов. Вот. Если кому интересно... Астар? Да. А, вот он хорош. То планирование маршрутов в 3D, это была моя бакалаврская работа, как раз таки, по всей России надо было придумать с учетом всех зон и прочих перекрытий, как же все-таки летать. И с учетом того, что шарик, он немножко не плоский, наш, земной. Ну, и Гриди подход не москолько, потому что у тебя 3D. Да, это ультрадолго, и мы сделали еще один планшет. Вот. Ну, то есть там, там было весело, интересно. Я увлекся эстар. Вот. Вообще алгоритмы на графах. Вот так я познакомился с курсом Berkeley 188x Introduction to Artificial Intelligence. Там был офигенный Питер Абель, у которого была как раз куча вот этих алгоритмов на графах, куча статистики. И Рель я тогда немножечко не понял, вот, вообще немножко нейросетки не осознал. Ну, то есть, кажется, я много довольно-таки программил, ну, мне казалось так на тот момент, всем так всегда кажется. Вот. А как, например, компьютер понимает вот вниз банальный, было немножко непонятно, знаешь, вот это странное ощущение, что ты не знаешь, как это запробить. Вот. Вот. В серии ты можешь всякие другие штуки разложить, придумать алгоритмы и прочее, а здесь ты такой, как бы… Тебе, между что ты не можешь имплисис запробовать, все… Ну, то есть, количество правил, которые тебе надо сделать, оно настолько велико, что тяжело. Вот. Вот. И здесь пошли изучением всяких… Сейчас, стоп, стоп. Ну, мне становится на рассаскивается ПЦА, come on. Ну, типа можно было взять ПЦА и обучить… Ну, подожди, тогда у меня не было еще этого, это все штуки. Вот. Ну, и что обучить? Ну, и дальше обучите своим… Ну, да, который тоже является блокбоксом в некоторой степени. Который, это вообще-то ML, я сейчас говорю. Да-да, окей. Вот. И тогда как раз таки стал интересен, что это такое. И там все пошли разные нейросетки, только тогда они почему-то… когда-то были 14-15-е годы, там очень много было биологической хрени, простите господи. Вот. Знаешь, нейроны, аксоны, вот это… Да. Вот это все херня. Да, очень не работает. Вот это булшит. Вот. Но продираясь через все эти махины, можно было найти там количество нормальных курсов, в том числе и курс, например, от DeepHackLab, вот, который проходил по NLP. Я его прошел, вот, полностью удаленно, закончил, по-моему, вторым, ни разу не побыв на лекциях, семинарах, просто сдавая ремоут. Вот. Это было прикольно. И в итоге меня позвали ребята и в лаборатории, и потом в стартап. Вот. А кроме этого, ну, так как я все-таки поднатаскался, я написал ребятам с кафедры ATP на FIFT, вот, рассказал себе, рассказывал, что знаю, вот. Вот. И мне дали такую интересную заданьку. там был датасет этих, куча обуви с иерархической классификацией. Вот. И надо было понять, как его решить. Я запускал разные, знаешь, вот эти HOG, фичи и прочее, прочее, вот эти, которые, обычный компьютер vision, ничего не работало. Потом я смог поставить себе TensorFlow, запредиктить это каким-то резнетом, вот, получить фичи, обучить на этом, по-моему, как раз-таки SVM через GridSearch. И побил все, что надо было побить. Вот. Так я уверовал, на самом деле, в силу нейросетей. И, кстати, это было вот на тот момент, у меня был маленький, как бы, ноутбук без какого-либо железа, вот, без этой прочей всей фигни, как сейчас, знаешь. А я не могу ничего делать, у меня в Эстонии не влазит. Блин, все нормально, как бы, проблемки. Вот. Все было так. Поступил, соответственно, FIFT, там, окончил магистратуру, каким-то образом закончил с различием, было интересно. Вот, как раз-таки, в это время работал в гипхо-клабе, который стал потом резонетом, занимаюсь NLP, звуком, всякими диалогами, системами и прочими штуками. Потом я немножечко подустал, перешел в D-Brain, там была куча компьютер-вижена, вот этого всего, запуски продукта и прочее. Замок своего фрейворка. Да, вот. Так же в этот момент еще начался фреймворк, ну, потому что я за это время тоже успел показать, типа, в TensorFlow, потому что вся эту NLP-штуку мы делали на TensorFlow, на первом. Вот. И я запускал там RNN-ки в TensorFlow. В тот момент, когда они просто запускались, я, короче, разбирал все по их тестам, искал ошибки и писал ребятам, что, ребят, у вас тут как-то, ну, короче, не сходится. Вот. Если правильно сделать тоже, то не сходится. Вот. И пилил как бы свое. Даже, по-моему, BlueRequest мы приняли, потому что я там занимался TF-эстиматорами, чтобы это ускорить. Ну, короче, я пробовал разные high-level штуки, но в TensorFlow они ужасные. Потом перешел на PyTorch, и он мне очень понравился, но там high-level штук вообще не было. Вот. И так начался, да, кавталист, потому что хотелось иметь возможность проверять все быстро, качественно, надежно, в идеале в конфигах. Представлялось вообще не кодить. Вот. Кажется, я к этому все-таки местами пришел. Вот. Кажется, пишешь код. Ну, это прикольно. Где-то все еще не YAML-кодинг? Это, типа, именно... Ну, нет. Там, на самом деле, я думаю, в следующем месяце мы все-таки зарелизим то, чтобы это будет полностью YAML-кодинг. Это будет очень-очень смешно, как мне кажется. То есть ты можешь стать full-stack YAML-девелопер на DeepLearning. Вот. Ну, да, после DeepBrain были еще немножечко науки. Вот. Поднимали RL в России. Местами вышло, местами не очень. Вот. А, ну, почему поднимали RL в России? Потому что там успел занимать разные YAML-кодинские знания. Ну, это же трейдинг. Come on. А потом начался Тинькофф. Вот. И там уже всевозможные разные проекты. Вообще и NLP, и дискриминативные, и генеративные, и рекомендательные системы. И, конечно же, CV. На самом деле, CV чуть-чуть. Вот. Ну, поэтому мне очень интересно. Давай по-челленджим друг друга, но по CV. Я такой, looks интересный, ребята, но посмотрим, что я еще помню. Вот. Ну, ты можешь у меня поспрашивать по NLP, но это будет, мне кажется, тоже. Да, но это будет, как бы, зачем? Вот. Тем более его вспомнить надо. Да ладно. Дошел до того, что просто поднимаем научные исследования в Тинькофф. Вот. Это как раз таки тоже у нас в основном треке. Есть трек по RL, по рекомендационным системам, по рекомендательным по NLP. И по CV пока только начинается, но по CV на самом деле мало. Не, ну я думаю, что у вас есть OCR. Ну, OCR у нас есть. Я отрицать не буду. Вот. А у вас есть разная биометрия, скорее всего? Ну, тоже отрицать не буду. Ну, вот как бы это уже достаточно такой нормальный стек для того, чтобы заниматься CV. То есть там уже есть точно все разные pipeline, которые могут быть. И такой типовой pipeline. У вас, скорее всего, нет обработки видео. Скорее всего, у вас нет обработки... Что? Это ты так думаешь. Мы просто ровно вчера отправили статью по лип-ридингу. Это распознавание и чтение по губам. А, окей. Это примерно вот на самом деле видео и довольно таки прикольное. Потому что у тебя CV, видео, NLP и на самом деле еще где-то там CRSR и прочее. А у вас есть диплой на мобилке? Диплой на мобилке. Ну, вот CR, скорее всего, у вас на мобилке запускается, а не в области. Ну, я не знаю. Не буду рассказывать, да. Не буду рассказывать. Не могу рассказывать. Может, есть. Может, нет. Кто его знает. Ну, ладно, окей. Ну, на самом деле, с учетом того, что, мне кажется, сейчас вся биометрия переходит на privacy, то это нас все ждет. Ну, тебе нужно сделать, как минимум, best shot на клиенте, так, чтобы не делать это на сервере. Да, возможно, возможно. Сделать препроцессинг на клиенте. Возможно, возможно. Ну, окей. Учитывая серую зону твоих ответов, я предлагаю перейти все-таки к собеседованию. Да. Да, к вопросу. Монетка первого выпала мне, поэтому задавать вопрос первый буду я. Ну, давай. Давай начнем тогда с generic email, который относится не к CV, а просто как бы, ну, в целом, некоторые просто метрики. Соответственно, задача такая, что у тебя есть бинарный классификатор, ну, или единички. Ты тоже с этого начал, да? И предположим, что у тебя распределение реальных данных такое, что у тебя 95% положительное и 5% отрицательное. Какую ты выберешь метрику и почему? Сейчас. Ну, я начинаю писать. Вот. Чего у тебя? У тебя в ноликах 5%, да? Да. Единичек 95. Да. А ты что хочешь? Ну, какую метрику ты выберешь, чтобы оценивать качество работы модели. Угу. 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 Ну, смотри. Блин. Жалко. Ладно. Я хочу напомнить, что это первый вопрос. Он довольно легкий. Поэтому ты можешь, ну, как бы, он без дикого какого-то, там, не знаю, второго дна. Поэтому… Не. Я хочу просто… Ну, блин. Понимаешь, это один из моих вопросов. Ну, ответь на него тогда своим ответом. Вот. В чем вопрос? На самом деле вопрос в том, есть ли у нас значимость и нуля, и единичек. Или у нас эти ребята равнозначны? Ну, бизнесово. Да, я понял вопрос. Ну, да, предположим, что равнозначны. Мы просто будем оценить, насколько у нас модели хорошо обычно. Вам-вам-вам-вам-вам-вам. Ну, с учетом того. Короче, и здесь, на самом деле, следующий вопрос. Мы хотим все-таки как? Найти все единички или найти единички все точные? Вот. Ну, Коль уж ты заговорил про Precision Recall. Ну, мы к этому еще вернемся. Можешь сказать, что такое Precision Recall? Блин, ты… Ладно, надо было первый вопрос все-таки мне задавать. Вот. Ну, ладно, смотри. Что у нас есть? Блин, мне придется эту табличку самому рисовать. Стресс. Мне кажется, это вообще жесть. Я не рисовываю, знаешь, как давно. Вот. Ты вообще видишь? Да, да, я понимаю, о чем ты говоришь. Ну, типа 0,1, 0,1. Ты вот здесь 0,1. Да. Здесь у тебя True Negative. Да. Здесь у тебя True Positive. Ща, давай. Ну, это симметрично, поэтому можешь сказать где угодно. То есть… Ну, не, я хочу сделать это Y пред, да. Y true. Я не знаю, как вы это видите, ребят, но… Что это у нас получается? Здесь мы предсказали единичку, а это было нолик. Значит, что это? Господи, False Positive, да? Вот. А здесь получается False Negative, да? Вот. И смотри. Можно… Блин, не, я не буду пользовать твои маркеры. Вот. Как ты понимаешь, у нас есть accuracy. Это True Negative плюс True Positive на вот эту всю штуку. Ну, короче, диагональ на все. Вот. Вот. У нас есть… Пресижн… Я не знаю. Давай… Ща. Давай P. Нажмем. Вот. Пресижн, recall. Вот. Ща. У нас такое… Пресижн… Пресижн – это, на самом деле, то… Как бы, условно, мы… Короче. Ща. Не умнуйся, Сергей. Все хорошо. Все безопасно. Ща. Блин, мне очень… Знаешь, как давно я не брал маркер? Вот. Короче, это то, что мы предсказали, как единички, это реальные единички. А recall – это, короче, из всех найденных единичек, сколько мы нашли единички. Короче, давай так. Вот. Легче, проще. Это хороший ответ. Вот. Соответственно, f-мера – это что у нас? Это, по-моему… Да, я подумаю. Precision умножить на recall на precision плюс recall. И 0,5. И 1, 2. Давайте теперь посчитаем, что если у нас precision и recall равны единички, чему равна f-мера в таком случае? Должна быть единички. Давай поставим фруктовую формулу, которую ты предложил. Что у нас получается? Ммм… Ты обманул меня, да? Ща. Ммм… Ммм… Вот именно поэтому я хотел задавать этот вопрос. Ха-ха-ха-ха. Да. Ха-ха-ха-ха. Ха-ха-ха. Ха-ха-ха-ха. 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 А почему? Кажется, ты пытаешься в каждом моем вопросе найти какой-то там… Ну, подъеб. Я не пытаюсь тебя подъебать. Это, ну, реально очень простые вопросы. Да я знаю. Я их задаю. Так, блин. Ну, ты написал формулу правильно, только ты ошибся. Ну, типа, не одна вторая, а два. Два? Блин. Сорян. Сорян. Ну, то есть формула абсолютно правая. Слушай, да. А я не знаю почему. А я не знаю. Сорян. Это my fault. Сорян. Да, вот в этом случае у тебя буллитов мера равна единичке. Ну, а ты понимаешь, почему там двойка? Ну, почему так берется? Ну, потому что гармоническое среднее, а не просто среднее. А чему будет равно, в общем случае, гармоническое среднее, если ты помнишь? Там типа бета есть. Если нет, то нет. Это тоже нормальный ответ. Блин. По-моему, один плюс бета? Да. Вот. А по-моему, в квадрате? По-моему, нет. Вот. И я вот это... Ладно. Возможно, нет. Ладно. На самом деле, я сам не знаю ответ на этот вопрос. Я знаю, что это гармоническое среднее. Я знаю, что это что-то такое. Ладно. Я потом... Хочешь... Короче, ладно. У меня будет такой же сфере вопросов. Я тоже позадаю. Там есть интересный вопрос. Ну, окей. Precision Recall понятно. Почему ты не предложил использовать Rock Oak? Можно. Он зависит от распределения классов? Угу. 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 Да, вроде и нет. Окей. Ну, да. Это тоже нормальный ответ. Можешь предложить ситуацию, когда Rock Oak будет очень плохо тебе определять качество работы классификатора? Да, кстати, ты зря форумы, они нам пригодятся. Ну, типа, ну, давай пока оставим. Блин. Ну, это жёстко. Ну, то есть, предположим, у нас, опять же, есть тот же самый сетап, бинарная классификация. Предположим, ты хочешь посчитать Rock Oak, точнее, использовать Rock Oak, чтобы оценить качество работы твоей модели. Но из-за сетапа он тебе очень плохо подходит. Типа, какой это возможный сетап? Да. Ммм. Так, а какие есть возможности? Ну, вот у тебя всё еще нет бизнеса, у тебя просто есть… А, блин, вообще бизнеса нет. Да, да, да. Что это за человек только без бизнеса? Не, ну, давай, ну… Ладно. Давай пока так подумаем. Наук. Наук. Когда он тебе плох? Не знаю, ладно, давай просто… Когда у тебя распределение классов дико не сбалансировано, то есть, например, у тебя, ну, есть миллион цемпов, и из них только тысяча позитивных. В этом случае у тебя у руководка будет единичка, ну, потому что у тебя, типа, классификатор уверенный, но там Precision можно посчитать, но при оптимальном пороге будет где-то 0,1. То есть, когда у тебя, короче, очень мало сэмплов какого-то другого класса. В этом случае у тебя получается, что руководка не репрезентативен. Ну, на мой взгляд. Просто потому, что у тебя площадь будет уже почти что единичка. Не, вообще, я тоже тебя, на самом деле, хочу задавать вопросы касательно подсчетов разных. Ну, давай, тогда теперь твоя очередь, и можем продолжить этот же самый сетап либо подсчет. Не знаю, можем попробовать вместе как-нибудь почитать. Да, на самом деле, у меня просто есть пример, где проще считать, если только его достану. Вот. Да, смотри, вот у нас, мы с тобой даже метрики обсудили в некоторых. Я даже в формулке написал. Вот. Блин, это, конечно, не очень прикольно, что я на это все ответил. Вот. Ну да, мне, типа, обидно. Вот. А какие, на самом деле, еще метрики есть в этом кейсе? Ну, то есть, так как у нас есть вероятности. Рок-аук? Ф1-скор? Да, а еще? Ну, на самом деле, самое банальное. Ну, accuracy. Не, есть еще банальные. Еще банальные. На что обучаем? Сейчас, в таком же самом сетапе какие еще бывают метрики? Ну да, смотри, у тебя, короче, штука, которая возвращает вероятности. Так. Вот. Бинарные, да. Ну, confidence может быть максимальный какой-то. Нет, а там есть просто метричка. Вот. С какой метричкой ты все это дело обучаешь? Меточкой? Метричкой. А, метричкой. Logos. Вот. Это, на самом деле, тоже прикольный метрик. Вот. Но она очень сложно интерпретируемая. Иногда полезно. Вот. Сейчас давай еще. True positive, точнее, precision – это еще раз единички. Precision – это сколько мы нашли реальных единичек среди всего потока единичек. Это ты так думаешь? Да. Это рекол. А, это рекол. Да! Светочка! Вот поэтому это первое. А, все-все-все, я понял. То есть это true positive делить на true positive плюс false negative. А, ну, блин, смотри, давай, короче, вместе разбираться. Да. Вот. Смотри. А precision – это, типа, ты нашел… Precision – он считается по твоим предиктам. Precision – вот, по Y – true. Вот поэтому я эту фигню рисую. А рекол у тебя считается по твоим единичкам. Вот. Так вот, тогда если единичкам, тогда у тебя получается, что… нет, смотри, все-таки я… А, да, все. Тогда это true positive плюс false positive. Что это? Precision. Да. А true positive плюс… ну, да. Ну, вот. А рекол – это true positive плюс false negative. Вот. Ееее. Мы разобрались. Разобрались. Давайте прикол к логласу. Не, на самом деле, за логлас – это просто одна из возможных метричек. Но смотри, какой есть прикол. С бинарными метриками ты вот можешь считать вот эти красивые precision recall. А есть у тебя, например, мультикласс, да? Угу. Угу. Агрегация через взвешивание по количеству сэмплов, а еще какие знаешь агрегации? Ну, наверное, по агрегации предиктов… А, точнее, как, смотри, ты можешь еще, наверное… Не, ну, это… Вот это… Я тебе подскажу. Это, короче, реальная агрегация из эскалепной, если тебе интересно. Вот. Это тупая вещь. Ну, они… Правильно. Окей. Ну, я не пользовался ими. А. Ну… Блин, давай расскажу. Давай расскажу. Ну, или как мы будем поступать. Ну, ты просто рассказал. Смотри, как бы… Я знаю, что есть взвешенная accuracy, если ты знаешь, что это распределение, как бы, твоих таргет-метрик. Это, на самом деле, редкий тоже кейс. Ты, как правило, не знаешь, что у тебя будет в прозе. Дальше у тебя есть, может быть, какие-то, опять же, бизнесовые штуки, что ты не можешь пропустить какие-то определенные классы. И ты просто еще меряешь отдельно, типа, вот эти, как бы, жесткие классы, которые ты не можешь просто на ними, ну, типа, продолбаться. И дальше у тебя есть какая-то метрика, связанная с, например, неопределенностью моделей. Это тот же самый лог-лосс. Это тоже хороший просто метрик, насколько у тебя модель, в принципе, хорошо обучилась, насколько она хорошо зафитилась, даже, наверное, так. И это, как бы, можно сравнить разные эксперименты с помощью этого. Но оно не влияет на бизнес. Поэтому ты просто смотришь, типа, у тебя модель хорошо обучилась, и дальше выбираешь чекпоинт по бизнесовым метрикам. Ну, короче, смотри. Я про микро-макроусреднения. О, это хардкор. Я не помню. Там есть, во-первых, ну, то есть ты можешь усоединять по сэмплу, а можешь по классово. И это, типа, ну, мне не очень нравится по сэмплу, потому что ты можешь поменять валидационную выборку, у тебя она поменяется. То есть ты прям, типа, должен жестко зафиксировать. По сэмплам это еще третий вариант. Типа, есть микро, есть макро, есть по сэмплу. Ну, ладно, на самом деле макро – это ты агрегируешь по всем классам и считаешь. Микро – это ты внутри класса считаешь, вот, и агрегируешь потом. Все, понял. Окей. И из серии, как раз в дисбалансе, вот, микро тебе может подсветить херню, потому что макро, типа, скажут, мы молодцы, у нас уверовался хорошо. В целом все хорошо. Да, а по микро ты смотришь – херня. Вот, ну, я, например, просто вот так все определяю. Вот, потому что это кажется, что несколько более интерпретируемо. Ну, то есть я AUK люблю в плане, например, probability, вот, а потом вот это F1, микро, макро и прочее херня начинаешь играться. Вот, смотри. Что есть еще интересного. Есть интересная штука, вот, заключается в том, что обычно у нас, смотри, представь себе, ну, там, обычно с моделькой возвращать некоторые вероятности, да, вот, все как бы круто. И, положим, ты получил такую модельку, вот, посещал там метрички, я не знаю, и там какой-нибудь, что мы можем предложить, давай, скажем, Precision там, не знаю, 60%, Recall тоже 60%, ну, хер бы с ним, да. Вот. Бизнес такой говорит, блин, чувак, нам Recall нужен минимум 80, как быстро пофиксать? Ну, починить пороги, тогда у тебя, типа, Precision будет очень плохой. Вот. Не, на самом деле это, ну, как бы, правильный ответ, починить пороги. Ну, это очень плохое решение. Не-не-не, ну, цифры-то примерные, без разницы, главное, что до порогов дошел. Вот. Здесь интересный вопрос, как бы ты чинил вообще пороги? Это, на самом деле, чисто практический вопрос. Ну, во-первых, я бы чинил их на валидации. Это уже неплохо. Ну, опять же, задача у тебя бинарная классификация или мультиклассовая? Или как это выглядит? Давай мультикласс. Ну, с мультиклассом вообще хрен знает, как чинить, если честно. Это сложно. Ну, типа, я бы выбрал какие-то классы, которые прям ультракритичные, под них бы, там, подобрал пороги на них, посмотрел бы, что другое, типа, не особо разваливается, и, ну, типа, все. То есть, как бы, можно было бы чинить пороги по-классову, начиная с самого важного и идя к самому неважному. И так, ну, как бы, просто, ну, короче, гритсерчем смотришь, какой, там, типа, шатаешь порог, ну, подбираешь нужный, и смотришь, какой у тебя получается рекл. Пам-пам-пам. Ну, окей. Ладно. Ну, а ты бы делал. Слушай, с порогами, на самом деле, очень прикольная штука. И, на самом деле, задачу мультикласс можно перевести в мультилейбл. Так. Вот. Дальше тюнить Precision Recall метрики по каждому классу в отдельности. Вот, повышая их до нужных тебе штук. Или, например, даже если у тебя есть requirements и серия, что эта штука не должна false positive вообще никогда. Вот, ты можешь их вставить и, например, пороги единичку вставить, если просто, ну, типа, не работает. Лучше мне вообще не отвечать. Вот. Во-первых, ты можешь по каждому сделать пороги. А дальше есть офигенный трюк конем, когда ты можешь по всем идти дополнительно и повышать общую метрику ответа, потому что у тебя есть итоговая либо мультикласс, либо мультилейбл разметка. Вот. Как это делается? Через, на самом деле, очень тупой, как у меня сделан алгоритм, чуть ли не, знаешь, степом идти и пороги перебирать, метрики считать. Я вспомнил, как я это делал. Это было в соревнованиях. И я там делал просто random search. Я просто оставлял на ночь. О, окей. Родовные пороги. Ну, короче, можно что-то чуть-чуть умнее. Вот. На самом деле, это прикольная тема с порогами. Вот. Потому что тема с порогами, она тебе может из серии всякие разные классификаторы вида от 0,77 по какой-нибудь там метрике до 0,86 поднять чисто на порогах. Вот. И ты такой, как бы, это я просто… Нет, это значимо. Вот. Это прям хорошо руляет. Да. Слушай, смотри, давай эту штуку оставим. Вот. Мне кажется, она ультраважная, потому что никто из нас это не помнит. Вот. Давай. Слушай, вот. Это один, кстати, из моих любимых вопросов. А как бы ты объяснил АУК за один твит? За один твит? Ну, это степень уверенности твоей модели. Почему? Ну, типа, у тебя, если модель ультра такая, типа альфа, то она сразу говорит, что, типа, это негативный сэппл, и в этом большой конфиден сразу же, большую вероятность. А если она такая, типа, чувак, я вообще хозяй, что-то здесь происходит, то она такая, типа, очень уверенная, у тебя он стремится, там, типа к 0,5, если она ближе к рандому. Типа, это такая ультра альфа уверенная модель, что ли. Нет, ну, короче. Нет? Нет. Ну, ладно. А, подожди, нет, да, я нахерел. Согласен, да, это вообще не так работает. У тебя, в любом случае, есть некоторое ранжирование, у тебя, как бы, конфиденция ни на что не влияет. Согласен. Поэтому это просто… Нет, конфиденция, он, как бы, влияет на порядочек. Вот. Ну, ты все равно это ранжируешь. То есть, ты все равно это, типа, порядок. Есть офигенный, знаешь, наверняка, блог Александра Дьяконова-Манглова и анализ данных, вот там хорошее объяснение, что это вероятность правильно отранжировать две рандомные пары. А. Вероятность, как раз таки, получить вот это правильные перестановки. Потому что если ты посмотришь, как рассчитывается ОК, вот, там вот эта вся куча гребаной математики, а на самом деле просто вероятность проектно отранжировать и все. Вот. Это, типа, чисто ранжирующая метрика, на самом деле, очень прикольная. Вот. И можно еще на каждый класс, на самом деле, ставить. Опять же, мы любим мультилейбл сетап, агрегируйте и прочих херни делать. И технически даже можно получить мультилейбл, микроусредненный ОК. Ты, типа, каждый класс делаешь один versus all? Да. Да. Вот такие штуки. Ладно. Ну, короче, рисовать не будем, потому что я понял. Ну, ОК. Давайте на деревья градиенты пустим. Типа, один вопрос на понимание. Вот у тебя, ну, как бы, что такое, типа, рано форест? Ну, что это? Как модель выглядит? Меня устроит просто, типа, очень простой ответ, что это, ну, то есть, как бы, можешь не углубляться в детали. Да нет, короче, это деревья принятия решений. Вот, разбивается все. Короче, весь фичи, не знаю, сам фичи, они разбиваются. Каждая фича разбивается на какой-то отрезочек. Выбирается трешолд по какому-нибудь там критерию. Типа, Джинни. Вот, даже не спрашивай, как он, блин, читается. Вот. Выбирается трешолд, который их хорошо, не знаю, категоризирует налево-направо. Вот. И строится дерево. И так дальше, 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 дальше. Оно в итоге тебе сегментирует все твою изначальную маточку, не знаю. Окей. А бустинг? Бустинг — это, ну, смотри, у тебя в Random Forest используется как баггинг, вот эта вся штука, ансамблирование и прочая хрена та. А в бустингах у тебя, на самом деле, строятся эти деревья и каждое последующее, на самом деле, минимизирует ошибку всех предыдущих решений. Все. Основное отличие баггинга, бустинга и прочей штуки. И тогда мой вопрос на понимание. Предположу, у тебя есть две обычные модели. Одна – Random Forest, другая – градиентный бустинг. В каждом случае мы выбираем первое дерево. Что происходит с предиктами каждой модели? Вообще только первое дерево. Ага. Сейчас, слушай. Блин. О, господи, это хорошо. Мне понравилось. Я просто в градиентных бустингах помню, что первое решение – это вообще среднее. Ты его считаешь или тебе еще… Нет, вот как бы то, что ты описал, в том этапе, который ты описал. Меня ответы устраивает в плане описания работы модели. Как ты это описал, в этом случае мы убираем первое дерево в том, в Random Forest и градиентном бустинге. Все остальное как бы выкидываем? Нет, только первое дерево, оставляем все остальное. Что происходит с предиктами моделями? А, убираем? Да, убираем. Все, я понял. Ага, Random Forest скорее всего будет норм, а градиентный бустинг пойдет нафиг. Да. Ну, потому что у него первое дерево самое стронг. Это правильный ответ. Хотя, слушай, если я правильно помню, есть кейсы, когда в градиентном бустинге может… А, ну вот. Ну, у тебя, типа, строится не прямо, типа, одно дерево, а, типа, опять же, просто какой-то ансамбль и дальше… То есть, скажем там, там есть разные алгоритмы, как можно строить бустинг. Поэтому там не все так очевидно, если разберзывать деталях. Но, в общем случае, как ты описал, это именно так, что у тебя предикты поедут. Да, я просто помню, что где-то есть кейс, когда все-таки, типа, не так. Вот, ладно, смотри. А теперь задачка нарисования. Тебе понравится? Ты ее по-любому знаешь. Вот. Смотри. Это у тебя X, Y. Я, кстати, не знаю, как вы будете там смотреть. Вот. Ну, да ладно. Вот. Это, в общем, это у тебя трейн выборка. Да. Это тест выборка. Вспоминаешь задачку, да? Да, я сформил задачу, да. Короче. Есть несколько моделей. Есть три стула. Линейная регрессия. Да. Random Forest. И что? Непобедимый KNN. Так. Ты фитиш каждый на обучающей выборке и предиктишь потом на тестовой. В итоге, что тебе, ну, как обучится линейка, как обучится пеньки, как обучится непобедимый KNN? Ну, лог регрессия, типа, она сделала как-то вот так. То есть, она будет продолжать эту линию дальше. А, как бы, в равно Force у тебя есть некоторые там, типа, максимум и минимум, и у тебя все предикты будут находиться в этом пределе. А KNN, он просто, по-моему, возьмет просто, типа, те, ну, как бы, соседние, соответственно, тоже будут некоторые ограниченные, там, типа, область из... Ну, а в итоге как? Здесь то, что будет? Две линии, что ли? Ты имеешь, ну, что, типа, у нас продолжается как-то... То есть, мы дальше получаем... Да, вот отсюда и надо восстановить. Все, я понял. Ну, короче, лог регрессия будет выглядеть как-то вот так. Ну, sounds legit. Рано Force вот так? А KNN? Ну, по-моему, тоже вот так вот. Sounds legit. Вот. Быстро вопрос, который проверяет все это дело. Ну... Я просто... Ты тоже его обычно задавал. Да. Вот, да. Ну, из прикола знаю, что зависит от того, сколько соседей и сколько last выборочка будет. Ну, потому что он усреднит, на самом деле, будет чуть ниже. А, ну да, да. То есть, ну да, типа, вот так пойдет чуть-чуть ниже. Вот. Что еще прикольного? Что еще прикольного? Блин, дай подумаю. Вот. А, блин, сорян, я тебя стер. Ха-ха-ха. Ну, ладно. Вот. Слушай, давай, вот, я же тебе обещал, ага. Один вопрос. Один вопрос на понимание. Да, один вопрос на понимание всех нейронных сетей. Вот. За 140 символов. Короче. Смотри, приколюха. У тебя есть, положим, поленом третьей степени. Вот. И ты делаешь многословный перспекторон с линейной функцией активации f от x равняется x. Вот. Сколько тебе этих булочков в мультилейер перспектор не понадобится, чтобы аппроксимировать как раз-таки поленом третьей степени? Сейчас, подожди, оно же линейное. Как, как бы, перспорно на тип линейной операции? Если у меня нет, не ленься, но не зафитит ее. Это сложный ответ. Ха-ха-ха. Блин. Ха-ха-ха. Я думал, что будет сложнее. Нет, нет, нет. Как бы, есть разные вопросы, варианты ответа. Я, правда, в первом случае задумался, что, типа, да, мы же перемножаем там тип линейной операции, но потом вспомнил, что, типа, нет. Да, с точки зрения линейной алгебры, господи Иисусе, перемножение кучи матричек, это все еще аппроксимируется одной матричкой, поэтому шатали мы это все делаем. Окей. Вот. Слушай, давай опять порисуем. Я, на самом деле, очень люблю рисовать. Давай. Вот. Поэтому я все обычно делаю в мире. Ага. Тоже очень простой вопрос. Ну, я не знаю, мне кажется, мы тут собрались. Вот. Собеседование на Джуна. Вот. У тебя есть картинка, типа, HV. Вот. Ты делаешь свертку три на три, что будет на выходе. Ну, смотри, как ее делать. У тебя есть там паддинги, есть страйды. А-а-а. Это очень мало информации, чтобы ответить на этот вопрос. Looks like June Plus. А-а-а. 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 А-а. А-а-а. А-а-а. А-а. А-а-а. А-а-а. Давай тогда, ну... Давай тоже что-нибудь... Разминочный вопрос. У тебя есть свертка три на три, который ты нарисовал. Три канала на вход, ну, предположим, 64 канала на выход. Сколько свободных параметров у такого слоя? Следующий вопрос, да. Сейчас, что там у нас? 3 на 3? 3 на 3, кодные 3 и 64 Ну вот, примерно столько И это неправильный ответ Ну, может быть, еще плюс 1 в плане байса И все про это забывают Ну, it depends На самом деле, обычно байсы зануляются Да, потому что бач норм Давай еще такой вопрос У тебя есть свертка 7 на 7 Она, очевидно, не очень эффективная Какие есть, ты знаешь, способы, как ее подзменить Либо чтобы улучшить точность модели Либо чтобы увеличить эффективность вычислений Не знаю, 3 на 3 со страйдом 2 Да, это один из вариантов Ну, то есть, есть очень много разных вариантов Какие ты знаешь, давай, типа Блин, вот это прям хорошо 7 на 7, то есть Первый вариант это 3 на 3 со страйдом 2 Слушай, а 3 на 3 со страйдом 2 Это красиво называется, напомню, Deleted Envolutions, да? Во, это же Ну, смотри, технически Можно сделать 3 на 3, 3 на 3 Вот, ну, типа заменить на 2 блочка И это будет не эквивалентная свертка Потому что, ну, давай посчитаем Какой у этой свертки Receptive Field Блин, ты опять? Ну, что? Да, это правильный ответ А у двух сверток 3 на 3 Какой Receptive Field? Скорее всего, где-то типа 5 на 5, да? Да, это верно Поэтому они будут не эквивалентные Ну, можно, как говорится, докинуть еще Да, это будет правильный ответ Ну, много Можно, конечно Это на самом деле модификация ResNet D То есть, это просто ResNet, а это ResNet D Слушай А что, так можно было? Да, так можно было Слушай, я запомню Пейпер напишем Здесь еще есть аргументация Что у тебя получается Ты, как правило, оставляешь Не просто 7 на 7 3 на 3 свертка Ты еще оставляешь бач-норм И активацию Поэтому здесь больше нелинейности получается Это получается Ну, блин, по той же логике Можно всякие перестановки 5 на 5 3 на 3 И прочие штуки Да, ну, как бы, да Это включает сюда Есть еще другие варианты Которые более эффективны Слушай, ну Давай, расскажи Мне интересно, что нам можно Есть еще В факторизационной свертке Это ты замедляешь 7 на 1 А, да И 1 на 7 Есть такое, да Точно И еще есть Наркомандская тема Есть диповые свертки И, короче, ты берешь 1 на 1 Уменьшаешь количество каналов Делаешь 7 на 7 Потом снова раскачиваешь на количество каналов Ну, это, как бы, там Прямо, типа, наркомания И, типа, эффективнее Ну, ты увеличаешь количество каналов Если у тебя их прям очень много Сейчас, блин По параметрам Честно, считать надо Да, надо считать, очевидно Но, типа, это тоже один из вариантов Который можно сделать Ну, вот Про это, честно скажу, да Вот, про четвертый Накароманский Нет, вообще Ни разу не встречал Ну, как бы, не доходил до этого Ну, простите А, есть еще такой вопрос Ну, как бы Условно говоря, ты читал эту статью или не читал Как бы, почему он вообще Ну, как бы, в чем себе его смысл? Почему он помогает обучению РСТ? И какие у него есть дополнительные фишки Которые, там, типа Помогают обучаться? Мне кажется, это очень холиварный вопрос Да, это и правда Потому что, честно, мне кажется, статью за бачнорм И авторы, и читающие, и вообще все понимают по-разному Ну, давай, как бы, давайте по историческому пути развития науки о бачнорме Ох, слушай По историческому пути развития науки о бачнорме Во-первых, мне кажется Смотри Ну, самая первая Первая аргументация, почему его еще бачнули Нет, смотри Аргументация, какая, возможно Давай тоже нарисую, не знаю, да У тебя Есть, положим, пространство фичей Они, например, здесь расположены У тебя происходит слой Вот, можно? Да, да И, типа, они как бы переносятся сюда Вот, и таким макаром они, на самом деле, уходят по зиму Вот, а как мы помним Сетки, они хорошо работают Когда у тебя отнормировано все круто И вообще шикардос Вот, и вся такая мини-идеология бачнорма Давайте мы как-то вернем все-таки к центру Вот, говорят, градиентики будут лучше Вот, те, чьи, обучаться будут Ну, это, опять же, знаешь, вот на очень словах Вот, и насколько я помню Кстати, сами Он называется covariance shift Да, можно Сами авторы по-разному использовали бачнорму От того, как его сейчас принято использовать Да, можно доактиваться, можно после активации Да, можно, и, честно, сейчас не вспомню По-моему, они использовали после активации Вот, но я, типа, не помню Да, я слышал, что это, на самом деле, очень холиварный вопрос Поэтому Окей, тогда Какие есть, ну, проблемы с бачнормом? Ну, которые ты знаешь Которые, может быть, сталкивался Слушай, мне кажется, проблема с бачнормом Может быть, когда у тебя бач маленький Вот, говорят больно Ну, и серию учишь ты какой-нибудь UNED, да Во, я, видишь, еще хоть что-то помню И памяти на какой-нибудь 1080 не хватает Ну, мне кажется, эта проблема была в 18-х годах Когда у всех было 1080 И никаких V100 или прочих кавровод, где 48 гигов не было Вот, и было больно И надо было что-то делать Вот Ну, то есть у тебя, условно, статистики, они хреновые Вот Прям ультимативно хреновые Вот Насколько я помню, там можно делать всякие штуки с SingBanchNorm Вот, синхронизируя по куче твоих карт Собирая статистики со всех Разливая, чтобы, как бы, не ехало Вот, что еще можно делать? Честно, это, как бы, разные, как раз, проблемы Первая проблема, что у тебя маленький бач И оно влияет на статистики А вторая проблема, что ты можешь получить большой бач Но у тебя есть, например, 8 видеокарт Вот, типа В случае, когда у тебя нормальный бач, например, там, 108 На 8 видеокарт Какие у тебя возникают проблемы? Нормальный бач на 8 видеокарт Угу, угу, угу Тоже синхронизация между картами? Ну да, то есть, если ты ничего не делаешь И делаешь по дефолту То у тебя на каждой ноде получается своя статистика Которая не транслируется на статистику всего бача На всех нодах А как тогда в детекции можно обучать с бачом 1? Ну, детекции в... ММ-детекшене обычно обучают с бачом 1 Слушай, я просто не адепт ММ-детекшен, а ты прости Ну, хорошо, как фактолисты можно обучить бачом 1 Ну, берешь бача с единичку ставишь И тузимун, вот, улетаешь в пике Обычно как раз фризят бач норм То есть его переводят в режим как раз эвол И просто не обучают Нет, подожди, а ты имеешь это в виду во время фейнтюнинга? Да А, ну, блин, окей Вот, а то я такой Блин, прикольно, мы сделали, короче, инициализировали бач норм Вот, и не обучаем Это странный вопрос Вот, ну, окей, да Это прикольно А можно, например, делать наоборот? Вообще можно ли? Чтобы наоборот тюнить только бач норм А всю сетку не тюнить Да, это называется что-то типа Домейн адаптейшн для бедных И, ну, не знаю, что вроде этого То есть у тебя реально может быть съехать Ну, как бы, некоторая статистика И ты можешь это делать с помощью дотяния бач норм Вот так делали в соревновании с клетками на когле Ну, блин, слушай, я не знаю Мне кажется, изи-каточка вопрос Не, ну, давай, я думаю, что мне тоже не очень сложно Ну, серия почему в сетках от сигмоид отошли? Затухание градиентов на длинных концах На длинных концах Окей, окей Без намеков Без намеков Ладно Че, вообще такая регуляризация? Ну, оверол, как ты ее понимаешь? Им как бы ввод некоторых имплисит ограничений на нейросеть Так, чтобы она, ну, как бы, не убегала туда, куда не нужно Ну, да, чтобы не перекучалась И какие, например, регуляризации? Л-регуляризация Да, ты знаешь Я знаю, что есть L1, L2, я не знаю, как они работают Это типа некоторые, хорошо, это некоторые ограничения на норму весов Вот так вот Окей, окей Соответственно, одно из них это L1, а другое L2 Слушай, прямо логика Наверное, она в L1 пространстве, а другое в L2 Это именно так и работает, да И не помнишь, чем они прикольные, а чем они прикольные Ну, типа, там свойства есть такое В L1 Не, я сейчас не вспомнил То есть у тебя просто, как бы, ну, веса не очень большие Поэтому у тебя, как бы, сеть не выходит в какую-то точку Которая очень далеко от среднего Или, там, типа, нуля Ну, короче, как бы, L2 тебе просто штрафует за веса А L1 может веса убить Потому что там ромбик, если ты помнишь Вот по L1 просто окружный сет ромбик Такой, вот Но, на самом деле, есть ведь еще регуляризации в сеточках Не, ну там, как бы, все, что ты можешь делать с ним Это регуляризация, там, дропаут вставить Вот, а помнишь, как работает дропаут? Ну, во время инфляции он рандомно убивает половину, типа Точнее, есть дропаут, есть дроп-дроп-коннект Дропаут убивает половину, типа, фичей Точнее, во время обучения он убивает половину фичей Во время инфляции он, как бы, очевидно, не работает Подожди Ну, во время обучения ты рандомным образом убиваешь половину фичей От предыдущего слоя Ну, это если у тебя probability 0.5 Ну, да-да-да-да, если 0.5 и дальше... А, да, тебе еще нужно, скорее всего, нормализовать, так, чтобы тебе, ну, типа, сумму была... Ну, ты что, сумму? Ну, вот и во время инференса то, что происходит. Просто ты его, как будто бы, нет. Ну... Ну, ощущение, что ты можешь во время инференса его включить и сделать там, например... Не, насколько помню, там во время инференса у тебя тоже небольшая нормировочка. Вот, в плане того, что ты во время трейна не привык к тому, что активация работает все. А, в этом плане. Ну, кажется, типа, я думаю, что как реализовано. Мне всегда казалось, что просто во время именно трейна так, как бы, его нормализует, как будто бы у тебя все активации. А во время инференса его просто, типа, вырубают, чтобы его, в принципе, вообще не было. Ну, я не знаю, как реализовано. Да, технически можно, кажется. Я думаю, что ты можешь сделать так и так. Еще есть реализации, ну, типа, именно с архитектурой связаны или просто с обучением? С обучением еще и агментация, очевидно. Там, типа, разные шедулеры можно посчитать. Ну, нет, это как-то непригольно. Какие-то, знаешь, attention в нейросетях, если мы говорим не про трансформеры. Типа, честно, что трансформеры, ну, типа, это... Все на attention, да, вот, как бы, есть attention в сверхчатых нейронных сетях. Ну, и как ты вообще, в принципе, понимаешь механизм attention, ну, как бы, как ты можешь его импортировать? Ну, блин, механизм attention — это просто перевозвесить как-нибудь в текущей печи. Да, это хороший бед. Сейчас, ну, давай, вспомним. У тебя есть обычно бассейн, вот, HV-каналы, да? Вот. И технически... Что ты можешь делать? Вот. А обычно, вот это у тебя, скорее всего, считается за некоторым... Как бы совместный канал, да? Поэтому attention, мне кажется, можно делать либо по фичмапе. Ну, нет, короче... Фичмапа это будет как раз канала? То есть это будет типа... Блин, как-то... Да, вот. Короче, по трансформе... По карте, вот, или по фичмапе. Я не знаю. Вот. И можно, соответственно, как делать? Каждый канал перемножать на какую-то, например, единичку. Ну, линейный слой до единички. Брать сигмоиду, вот. Вот у тебя перевзвешивание, перемножаешь, получаешь как бы attention. Вот. Можно так же сделать и здесь. Вот. Ну-ка, HV просто как-нибудь перемножить в единичку. Вот. Получить новую, получается, HV-1. Перевзвесить. Вот. Получить mini attention. Окей, ну, да, это хороший ответ. Когда ты... Предположим, теперь, что ты делаешь HV-1, это называется съебок. Ну, то есть в самом простом варианте. Я помню там, что есть SE, SE, вот эти что-то. E-коблок. Ну, короче, предположим, что он самый-самый простой, там, типа, ванильный SE-блок. Предположим теперь, что ты обучаешь на разрешении, там, типа, 224 на 224, а делаешь inference на разрешении вдвое больше, на 1512, на 1512. Что произойдет с предиктами ни разу сети? А, у тебя, это, Fully Connected, поэтому ты не зависишь от input входящего. Ну, да, у тебя Fully Convolutional сеть. Да, 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 Fully Convolutional. Да. Ну, мы говорим про сверточную нейросеть, да, и она, типа, Fully Convolutional, но с SE-блоками. Вот, типа, ты взял, ну, предположим, ты взял ResNet, чинно ты можешь его в ванильной реализации использовать на разном разрешении, во время вручения и инфляции. Слушай, я с меня пропазал, то есть чисто из-за того, что разрешение это немножко разное, ты можешь нафиг пойти, потому что сетка чуть-чуть не привыкла к, ну, к такому масштабу объектов, вот, не помещается в нее. Ну, да, это... Скорее всего, они поедут куда-то не туда, и результаты предиктов твои будут такие из себя. Согласен, но это, как бы, все равно с E-блоком, это связано именно с, как бы, короче, с шифтом, ну, смещением в данных. Теперь предположим, что мы завиксировали себе масштаб, то есть, предположим, мы взяли данные из прода, они все имеют разрешение 15 на 15. И дальше обучаем их так, что мы берем каждый раз родонный кроп без заменения масштаба. То есть в этом случае у нас масштаб объектов и там, и там будет одинаковый. Что бы случилось, если мы отнимем E-блок и будем участвовать в таком сетапе. Чем, а ты обучался на полных картиночках или тоже на кропах? На кропнутых. И там на кропнутых, и здесь на кропнутых. Нет, смотри, я беру, ну, предположим, у меня есть какой-то... Да ты нарисуй. Окей, тогда такой вопрос про E-блок. Давай, как бы, предположим, что у нас есть такой сетап. У тебя есть данные с прода. Это квадрат. Это квадрат, теперь это точно квадрат. Они имеют размер 512 на 512. Но у тебя 1080 Ti, и ты живешь в 18-м году, поэтому у тебя такие большие фотки не влазят в твой модель, которую ты обучаешь. И ты обучаешь в следующем образом. У тебя есть фотка с тем же самым масштабом, ты из нее берешь кроп D56, рандомный, на D56. И на этих фотках обучаешь свою нейросеть. А, ты начал делать для людей. Да. А, я понял. То есть ты обучаешься на этих кропах, а дальше у тебя с прода приезжают данные вот такого разрешения, исходного. Вот что произойдет в этом случае с предиктами нейросети? То есть если ты обучен на нейросети, теперь будешь подавать на нее вот такие фу... А, и ты подаешь нейросети. Ты подаешь нейросети, ты подаешь оригинальное разрешение. То есть у тебя одинаковый масштаб при обучении и инфиденсе, но разный размер картинки. И у тебя еще есть вот этот как бы SE-блок в нейросети. Не надо так делать. Ну, блин, здесь реально просто shift, который мне не нравится. Да, это правда. Я не знаю, почему, короче, но то есть я, короче, я просто сейчас не вспомню такого этого. Спросил бы меня года два назад. Вот. Но есть у меня некоторые подозрения, что опять же все нафиг пойдет, потому что здесь ведь HV будут другие, что логично. да, ну, просто они увеличатся. Скорее всего, да, Polyconvolutional делаем, мы SE-блоки посчитать сможем. Вот. Ну, короче, я ощущаю херню. Вот. Что конкретно произойдет, я как бы не могу тебе сказать. почему? То есть другой масштаб, из-за этого у тебя ну, как бы другой HV будет здесь. А почему это приведет в SE-блоке? Ну, смотри, ты этот, зависит от того, как ты делаешь этот SE-блок, вот, скорее всего, это тоже как мини-сверточка, вот. Не знаю, мне кажется, для сверточки масштаб изменится по итогу, вот, ну, ощущение есть такое. А это значит, сверточка будет в итоге преднить то, что она никогда не видела. А почему ты считаешь, что масштаб изменится? Ну, потому что раньше у тебя были картинки 10-56 на 10-56. Да, ну, давай вспомним, как мы делаем именно attention в случае с HV-блоки. Мы делаем, как бы мы разворачиваем по пространственной координате и для сверточки будет все равно типа 1-1. Ну, слушай, не нравится все равно. надо, типа, подумать, вот, я тебе стак с полпинка не скажу, вот, ты начал говорить правильно, что типа это зависит от того, как у тебя работает attention. Как бы вот мы с тобой говорили, что типа это SE-блок, то есть мы сворачиваем по HV-координате. Здесь вопрос, как ты сворачиваешь по ней. Если ты делаешь просто average-пулинг, то дальше у тебя есть, должно быть сильное предположение, что у тебя усреднение по такой области и такой области. Равносильно? Да, равносильно. Если это выполняется, то все хорошо работает. Если оно не выполняется по каким-то причинам, например, у тебя опять же, ну, как бы реально разный размер объектов, или они очень сильно отличаются, у тебя, например, сегментация, то типа все ломается. То есть если ты выполняешь условия, что у тебя, ну, как бы, а, и к тому же, например, ты можешь делать не такой большой кроп, а, например, делать 480 на 480. В этом случае все будет идеально работать, потому что у тебя, например, одинаковое количество пикселей. Смещение небольшое. Да, смещение небольшое, и типа оно точно выучит эту зависимость. Ну, короче, на X2 нет. Я не хочу увеличить. Я ощущаю херню, вот как бы так. Не надо. Ну ладно, окей, хорошо. Да, у нас, мне кажется, собеседование такое очень... Я ощущаю херню... Блин, легитимно! Ммм, может быть, прикольный вопрос. Но он жесткий, мне кажется. Помнишь ли, формула бинарная и процентация? Нет. Я знаю, что, например, то же самое, что кальдивергенция. Ну, хорошо, давай, пройдемся познать, что такое-то типа не теории, а, ну, как бы, довольно таким... Подожди, подожди, у меня как бы... А помни, на самом деле, мой вопрос, это какие усовершенствования хотя бы бинарной кросс-энтерапии, ты знаешь? Ну, есть focal loss, который просто перезвешивает типа confidence. То есть он типа... Я точно сейчас не вспомню формулу, но он просто как бы более эффективно работает с более маленькими вероятностями. Более маленькими? По-моему, да. Очевидно, что, например, можно поменять еще BC, если мы говорим про ассигментацию, на DICE либо на Jakarta, в этом случае у тебя... Давай назвать это EOU. EOU, да, хорошо. Ну, типа, я понимаю, почему это Jakarta, типа, EOU уже проще. Ну, и как бы, DICE, он, по-моему, одинаково реагирует на положительные и негативные примеры. И из-за этого есть такое свойство, что он лучше декорировать маленькие объекты типа как у тебя в штанах. мы плавно переходим к вопросам про скиллы и cultural fit. Блин. Слушай, а помнишь хотя бы как рассчитывается? Вот, кстати, просто про метрики типа, U, DICE вообще. Или ты такой, шатал, я это все делаю? Ну, EOU это Intersection of Union, я просто из названия могу это вывести. А помнишь ли, как считается? Ну, типа, у тебя есть типа Ground Roof, есть твой предикт. То есть, это... Ну, просто, короче, вся эта штука тоже... Типа, вот это нужно поделить на вот это. Это будет Intersection of Union или Over Onion. Блин, у нас пошли шутки за 300 просто. А вот DICE. Не помню. Типа, одно из другого выводится, но я не помню формулу. Окей. Я не знаю, как тебе определение DICE, это как F-мера для сегментации? Да, это хороший, ответ. E-buoy? Вот, мне тоже нравится. Да, это неплохо. То есть, тогда, ну, давай-то пытаемся вывести F-мера для сегментации, то есть, это типа, опять Precision Recall надо вспомнить. Это сложно. Precision это True Positive делить на True Positive плюс False Positive. Да, сейчас смотрим, мы на паузу ставим. там, кстати, неважно. Короче, одно из них False Positive, другое True Positive делить на True Positive плюс False Negative. и, соответственно, ну, то есть, их можно пометить местами, ничего не изменится, потому что у тебя F1 score это два Precision на сумку. Да, блин, почему я два туда поставил? До сих пор обидно, если честно. Ну вот, а дальше тебе теперь нужно, блин, это нужно считать. Ну да, ладно, короче, окей. Ну вот, теперь эту штуку нужно применить сюда, то есть, посчитать как бы вот эту, вот эту, вот эту и вот эту все. А приколы ради... Во, вот это, кстати, одно из немногого. Но их зачем немножечко слежу. Смотри, Игою, у нас метрика довольно древняя, вот, прям как ты. Эээ, да? Ну ладно, ладно, ладно. Ну надо же, как бы, шутеечки, да? Вот. А что нового, бодрого, молодежного было, например, придумано за восемнадцатые там года. Ты имеешь как лосс или как метрика? Как улучшение ИОЮ. Не, если не знаешь, да... Не, вообще хз. Ну типа, ты имеешь для детекции? И для детекции, для сегментации. Короче говоря, ребята дотюнили в лоссы расстояние до центров, все-таки, чтобы быстрее сдвигаться, смершилось. Плюс, насколько я помню, еще учет поворотов, но там формула в виде арктангенса, арктангенса, еще раз арктангенс, вот, поэтому... Можно просто и... Ну да, центры, дистанция между этими штуками. Ну просто дистанция тебе нужна, потому что, короче, у тебя, когда вот так, ну короче, когда у тебя вот это ты предсказал и вот это ты, вот это ground roof, оно может где угодно по карте вообще находиться и тебе по боку он ноль. Вот, ты не там. Вот, а через дистанцию они хотя бы их сдвигают, знаешь, чтобы хоть как-то градиент шел. Вот, это как бы прикольнее у совершенства, но оно руляет. Вот, tried. По-моему, это было в... Не, ладно, я сейчас не вспомнил. То есть там... это называется как раз distance I.U., есть centric I.U., и есть еще какая-то их general I.U., которые еще как раз таки с этим, с поворотом. там ультрасложные формулы, это Unreal на столах писать. Ну, тебе надо вот это все обписаться. Вот, окей, ладно. Ну, слушай, не знаю, что на самом деле по CV спрашивай. у меня еще есть вопрос точно. Слушай, на самом деле, давай по челленджам? Вот, из серии, я, как бы, вообще не грандмастер сегментации детекции. Вот, никакой ему образу. Ну, хорошо, какие ты знаешь детекторы и архитектуры? Ну, давай, типа, человек, который не знает CV, отвечает на CV. Ну, ладно, я знал когда-то, но это было давно, и неправда. Ну, смотри, у тебя по сегментации? Детекции. по детекции. Ну, всеми любимые SSD, YOLO. И по типу детекторов. А, one stage, two stage. Two stage, он сложный, там, типа, сложная херня с origin-пропоузалами, которые никто не делает, и это настолько медленно, что это нигде не используется, кроме каких-нибудь бичмарк, статей, где они всех выбивают. Вот, и как у него детектор, если я не ошибаюсь. Вот, ну, там, и там еще FastCNN, FasterCNN, TheFastCNN, что-то там еще, и, по-моему, есть развитие по крайней 18-19-х годов, где там уже сегментацию подключили к этому всему, и даже прикольно-красиво, из минусов, там, код на куде, вот, надо думать, разбираться, то, что мы не любим, короче говоря. Вот, но это one-stage детектор, и основная фигня, что там ты преоближуешь все в карту фичей, и уже поверх карты фичей пытаешься что-то там преддиктить, сегмитируйте и прочее. Там херня, что тебе два раза приходится это пробрасывать. Типа неудобно. Вот, и one-stage детекторы, когда ты сразу на картинке пытаешься делать, но на самом деле, мне кажется, это полнейший кастыли, потому что ты, все сводится к тому, что ты берешь и картинку свою, переводишь в какое-то ультимативное большое количество разных бэбоксов, пытаешься пересказать, ну, и делаешь на самом деле кучу-кучу классификаций, есть ли что-то похожее в этом, в бэбоксе, на что ты там пытаешься детектировать. А бэбоксы у тебя разных масштабов, соответственно, разных, не знаю, размеров. Что? Как это называется? Hunterbox? Да, да, да. Что такое якоря? Якоря? Ну, короче, у тебя вот есть картинка, да? и ты пытаешься найти, блин, вот у меня сейчас столько шуток, что там можно пытано найти. Баленькие объекты. Да, но не получилось, да. Они очень плохо учатся. Ну, да. И, короче, ты на самом деле можешь очень условно сделать несколько масштабов этих дней. Вот, сделать вот такие, например, большие анкербокс, бобокс. Вот, можешь, соответственно, сделать их поменьше аналоги и так далее. короче, ты развиваешь на несколько, не знаю, пирамидку такую. поднимай, я думаю. Вот. И в каждом таком, сначала, не знаю, вот в этом, потом вот в этом, квадратики, ты пытаешься, по сути, сделать классификацию в какой-то объект и где он смещён относительно, ну, там есть, мне кажется, две возможные штуки, но относительно центра положено. Вот. И, как бы, куда тебе надо, например, переместить этот бобокс относительно этого центра, смещение там влево-вниз и цифры центра, вот, чтобы объект получился где-то там в центре. Ну, что-то подобное. Вот. Есть еще, по-моему, разрешение, которое учитывает поворот и прочее вот это, но это сложно, вообще не для нас. Ну, типа, не для меня. Как бы, наша задача на митингах выступать вот здесь. Вот. И, короче, идея в том, что ты можешь делать кучу, ну, не знаю, положим у тебя что-то здесь, да, вот, положим, вот эта штука сдвигается чуть вправо, вот здесь ты делаешь классификацию, она сдвигается чуть влево, ты получаешь кучу таких бобоксов, вот, дальше ты получаешь эту огромную тучу облако бобоксов и с помощью NMS, Non-Martinum Suppression, пытаешься их там как-то заагрегировать, чтобы получить в итоге финальное предсказание. Ну, короче говоря, one-stage сегментация это такая дисфикация с костылями, вот, потому что как предрасчитываются анкербоксы? Анкербоксы, по-моему, они просто, ну, предрасчитываются, вот, задается просто сетка и как бы и вперед, вот, и рисуешь. На самом деле, это некоторый пресет объектов в датасете, то есть это обычно происходит с помощью кластеризации размеров объектов и берется сцентроиды. Да, о, да, слушай, вот это я забыл, честно. Вот это, я помню, вот это, кстати, еще одна штука, которая мне не нравится в детекции, что там из серии подготовка данных, это некоторый обряд с козлами, вулканами и не знаю, какими-нибудь сатирами, вот, на тему того, чтобы правильно подготовить, правильно все разметить, потом б-боксы закрячить, отдать в сетку, сетка тебе выполнить, сделать NMS, NMS, конечно же, надо сделать на Kudo, потому что на питоне он написан очень медленно и ужасно, вот. Если у тебя есть объект в объекте, то ты, ну, типа, один объект присираешь и за красный объект в объекте, шутка за 300, вот, да, такие дела, вот, ну и там, соответственно, есть всякие SSD, YOLO, YOLO, мне кажется, сейчас штук 6 есть, вот. А есть ли детекция без анкробокса? Пам-пам, а, центрнета, центрнета и развитие вот этих сегментационных сетей, где ты, вот это, кстати, мне кажется, охрененное направление, очень топое, ничего при него не знаю, вот, что ты технически можешь на самом деле пытаться детектить центр объекта сегментации, офигенно логично, да, вот, и аппроксимировать эту сегментацию с помощью каких-нибудь гауссовых ядрошек, вот, и говорить, ну, короче, давайте аксиментируем, сделаем там б-бокс, получится топово, вот, технически, вот, очень в верхний уровень, вот, давай сделаем так, учится, мне кажется, ну, чем ультра плюс, как мне кажется, это то, что это сегментация, сегментация, это божественно понятно, вот, там есть наши любимые все, счетметрики, бинарные классификации, просто сегментации, и вообще всего, вот, и вот, с учетом еще улучшений 18-19 годов, прям топово, вот, ну, то есть там много, меньше кастылей, как мне кажется, вот, насколько помню, только учатся дольше. Какое, как бы развитие, точнее, опять же, это, наверное, просто, ты знаешь, что тебе не знаешь, как бы, какие есть вариации анкор-фри детекторов? Ну, ты назвал это интернет? Ну, да, слушай, мне кажется, вот, интернеты есть, по-моему, есть, кстати, еще два интернета, насколько я помню, это самая ультимативная, тупая вещь, вот, я как-то ребятам сказал, сделать один, они сделали другой, это было неловко, вот, пришлось переделывать, но, вот, дальше с интернетов особо не смотрел, ну, есть кордернет, это, ну, другая вариация, ты предсказываешь не центр, а именно углы, и следующая вариация, это центрипидиалнет, когда ты еще в углы добавляешь фичи, которые говорят, где центр, потому что, если у тебя, например, есть пять объектов, и у тебя есть углы, то ты, есть некоторая неопределенность, как у тебя объединять углы в баунтбоксы, то есть, например, там, типа, есть стая птиц, как это было в статье, то у тебя там есть реально некоторая неопределенность, как их объединить в какие-то, ну, как бы, нарезать на баунтбокс, условно говоря. Проблемы голых людей. А если ты наблюдаешь фичи, которые указывают от центра, то тебе очень легко их матчить, и тем самым увеличивается точность. Ну, это как бы, окей, это надо просто было знать, поэтому такой вопрос. Можем тогда пройти по задачам, каким-то более конкретным, либо по, там, типа, тулзам. Сейчас, нет, у меня на самом деле есть вопросик. Давай. Вот, давай я придумаю чего-нибудь. generic вещей сделал. Чему? Ну, то есть, мне кажется, уже любой вопрос. То есть, мы точно уже прошлись generic ML, мы прошлись теорию сверточных сетей, и теперь у нас есть большая высвобода следующих вопросов. Блин, давай я сейчас придумаю, что-нибудь прикольно. Вот. Смотри. Это, мне кажется, generic, кстати, вопрос. Он работает, когда у тебя есть, например, по-моему, любая сетка. Вот. У тебя, короче, есть сетка, да, положим, у тебя, не знаю, есть чат-боты, вот, ну, короче, чат. Положим, у тебя есть стиви-штука, которая распознает хот-доги и отделяет их от котиков. Кто же знает? Да, я на сервис обычно, ну, его типа дизраппетит, отправляю в дикпики. Ну, слушай, давай мы не будем о твоем бета-тесте всех сервисов. Да, да, окей. Ребят, как бы, ага, определилось неправильно, а что ты кидал? Ну, на, смотри, унижение власть. короче, и здесь, на самом деле, интересный вопрос, как мониторить качество этой сетки? Вот, потому, почему, сейчас, что это такое еще раз? Это просто любая сеточка. Это севи? Это, ну, это я говорю, что она работает как в севи, так и в чатах. Ага, кстати, давай сейчас. Я не говорю, что они совместно, просто это общая херня. Вот, что у тебя есть какой-то дженерал классификатор, вот, он просто работает, мне кажется, и для нлп, и для севи, вот областей, вот, что-то туда кидается, вот, он выдает какой-то output, да, не знаю, распознаем мы интенты, которые нам сказали, отделяем мы кошечек, собак, whatever. Вот. Что, на самом деле, интересно, это то, ну, вы, например, это чуть-чуть лучше заметно, что у нас... Вопрос, как строить онлайн-метрики, мониторинга? Ну, ну, давай, давай попробуем так, вот. Ну, во-первых, точнее, как, чуть-чуть, что у тебя нет, скорее всего, ответов, точнее, как бы вопрос, если есть ли у тебя постфактум ответы, либо нет. То есть, если у тебя, например, модерация, либо действия пользователей, и дальше ты просто можешь, ну, просто мерить какие-то агрегированные бизнес-метрики, там, например, сколько тебе, я не знаю, там, отказов, либо, наоборот, принятие на твоих данных, я такая, типа, что-то завязано на бизнес. Если что-то завязано, например, на email, у тебя все модели, как правило, дают некоторые вероятности, некоторые confidence, и ты можешь строить, точнее, наоборот, вероятности, и ты можешь строить некоторый прокси-конфиденсу. Опять же, ты просто можешь мониторить, например, максимальную вероятность, минимальную вероятность, некоторый контраст, опять же, количество редиктов в серой зоне, Тоже по разуму агрегировать И тем самым видеть, что у тебя, например Происходит смещение данных И тебе модель становится все более и более неуверенным И начинает деградировать Вот, это правильно А как? Ну смотри, ты можешь это делать По конфиденцам А можно еще как-нибудь это делать? Ну смотри, если что у нас Есть еще, по-моему, оценка неопределенности Тем, что ты берешь, опять же, вставляешь Dropout, делаешь кучу предиктов Либо, например, берешь Ансамбль, и у тебя есть Некоторые вариации предиктов ансамбля Если ты прям хочешь мерить онлайн И вот как бы по разбросу Предиктов либо ансамбля, либо Dropout, ты получаешь Ну, собственно, на СТД Твою неопределенность То есть, в основном, где ты начинаешь Мерить out of distribution какие-то Ну, не знаю, sample Во, ну Все-таки, смотри Все-таки я хочу получить Которую я знаю Просто Еще чем можно Все-таки смотри, у тебя есть как бы обучающая выборка Вот, ты собрал, ты молодец, ты круто Вот Ну, у тебя есть всегда данные на проде Вот И да, как бы Можно мерить по всяким разным, не знаю, конфиденциям Вот, текучие штуки А можно что-то Просто мне кажется, это Более надежный, что ли, способ Очевидно, что ты можешь все время Размечать то, что у тебя приходит с прода И мерить прям непосредственно метрикой На как бы маленьком сабсете Со свежих данных Да, ну, типа Дорого, знаешь Размечики люди Они дорогие Ну, в общем, ты по конфиденциям Ну, по конфиденциям, окей Ты еще можешь сделать Например, обучить Ну, то есть я могу сейчас фантазировать Ты можешь обучить дискриминационную сеть Отличать А, вообще, на самом деле Сам простой вариант Ты берешь, обучаешь классификатор Между твоим трейнером и твоим онлайн-метриками И смотришь его просто метрики Ну, типа Да, вот это ультра-топовый, мне кажется Подход Ну, то есть он С моей точки зрения Работает лучше, чем конфиденциям и прочие штуки Ты, типа, напрямую Делаешь распределение, ну, данных Просто его прям Любой сеточкой берешь Самый простой И пытаешься отделить Если они начинают разделяться У тебя, короче, такой алерт Что, ребят, у нас сегодня пришла какая-то херня Никогда такого не было и пришло Ну, тебе надо, знаешь, как-то, типа, зафиксировать Вот этот размер Там, вот эту тоже выборку как-то очень сильно Ну, слушай, обычно выборка у тебя А, ну да, нафиксированную, да, типа А это просто некий срез Здесь ты можешь, да, делать за неделю Последний срез и отлично Ну, это прикольно в том смысле, что можно автоматизировать И, на самом деле, здесь тебе Ну, короче, для этого дискриминатора тебе не нужны никакие сложные модели Типа, в NLP ты вставляешь TF и DF Вот, в CV ты берешь простой резонет 18+, я не знаю Линейный слой и погнали Вот, оборачиваешь это каким-нибудь гиперопотом Видо Аптуна Ну, чтобы, типа, подобрать все-таки это довольно быстро И у тебя мониторинг из, короче, костылей велосипедов Вот, делается за неделю Вот Ну, что, мониторинг хорош? Ну, ладно Не, на самом деле, по конференциям прикольно Да, хорошо, хорошо Надо будет Это, типа, а то, знаешь, очень... Это просто из вопросов вида А как мониторить качество моделей на парде? Вот, что ты знаешь? На самом деле, мне кажется, очень прикольно Рассказал Вот, про конференциям и прочее Ну, про ансамбль, конечно, это, мне кажется, как угловое прошлое Типа, давайте... Я слышал из статей Ну, типа, там еще есть... Смотри, там есть другой вариант Ты, короче, берешь Ну, твой, как бы, трейн И обучаешь очень большой ансамбль разных моделей Именно реально ансамбль очень разных моделей После этого ты берешь и дистиллируешь предикты этого ансамбля в одну маленькую модель И после этого тебе одна модель позволяет определить как раз твой вариант То есть из-за того, что она выучила распределение ансамбля Она может тебе определять неопределенность твоих данных Типа, вот, дистрибьюшн По одному просто предикту Либо ты можешь брать одну эту модель Опять же, делать некоторый дропаут внутри сети И получать, опять же, тоже некоторый, ну, как бы, вариант данных Что-то, мне кажется, надо заморочиться Да И это такой, типа, мотан-мотан Не, ну, это, типа, тяжело делать, поддержать Да, согласен Вот Это не то, что летит в продакцию Я так не пробовал делать Я понял, что, типа, это сложно Поэтому я знаю только теорию статей Окей, давай тогда перейдем к более практическим вопросам Ну Бетон на столе? Не, не, какие ты знаешь методы ускорения нейросетей Вот, типа, у тебя дата-санитолог обучил нейросеть Теперь ее надо ускорить и вывести в продак Какие способы ты знаешь это сделать? Ну, смотри Ладно, давай, overall Ты просто хочешь поднять FPS, назовем так, модельки Вот Смотри, из, что есть у нас Из сложного, как мне кажется У нас есть дистилляция, вот, что ты назвал Типа, санитист обычно что делает? Он берет какую-то, условно, берет X-Large Вот, а ты говоришь, на кой? Вот, запихай в мини Вот, и ты можешь дистиллировать знания, получить маленькую модельку Отправить ее на прод Кроме этого, ты можешь сделать прунинг весов Тоже с сохранением какой-нибудь метрик на какой-нибудь положенной выборке Посмотреть, что ее не разболтало, к хренам Вот, ты можешь делать квантизацию Вот, с квантизацией тут немножко сложно Потому что это, скорее всего, надо под железо настраиваться Потому что разное железо требует Ну, короче, там хардверные детальки И давай Я, типа, далеко не лез Я не буду сейчас говорить, что я хоп-хоп Ну, если что, оно просто есть Вот Что еще можно сделать? Дистилляция Крунинг, квантизация А надо именно разогнать, да? Ну, просто у тебя есть пример, опять же Ну, условно говоря, там, типа, R&D Чуваки сделали, то тебе некоторые решения Теперь тебе надо вывести его в прод Ну, и как-то запатимизировать Какие-то твои способы Или что-то больше Вот, слушай, еще есть прикольное Ну, это, на самом деле, не Подходит под ускорение Но подходит, мне кажется, под улучшение Можно это стахастик-вейт-эверджинг сделать Вот Скорее всего, ребята сделали несколько моделей Одинаковая архитектура Потому что чекпоинты, я надеюсь, они сохраняли топ-н Вот Можно их заэверджить Вот Обычно получается чуть-чуть лучше Да, сюда получается лучше Как бы не относятся к теме Вот Ну, короче, ты можешь провести вот эти все шаги Сеточкой А дальше, не знаю, тритон сервинг и погнали Вот Ну, это такой типичный сетап Поверх этого можно написать какой-нибудь веб-сервис На gRPC получше, наверное, будет для поддержки Вот Но если у вас вжух-вжух продаж Ты делаешь на фласке Не, ну тритон, кажется, что это нормальный вариант Ну Если бы тритон Ну Да, если что Как бы Тут либо тритон, мне кажется Либо TensorFlow Serving Вот Потому что и то, и то поддерживает тебе Ультра много Всяких пичей с бочеванием И прочими Не знаю, штуками Которые Тебе не особо хочется делать Вот И обычно, когда ты просишь людей сделать бочевание Выходит плохо Вот Перитон все-таки Как от NVIDIA И На карточках NVIDIA Вот И говорят Работает неплохо Правда, обновляется Местами иногда Больно Вот Но вроде как Норм Окей Еще какие-то способы? Ну Все, что ты назвал Типа правильный ответ Типа Ну да Мне кажется, дженерик такой Ну, то есть Это must have Знать А, слушай Я вот не знаю Пинаризация сетей Как они Ультра жестко Можно, наверное, отнести к квантизации Да, это под железо Вот Но это, мне кажется Хардкор Вот Ну Давай вот на этом ограничить Что еще прикольного есть? Ну Опять же Из-за того, что скорее всего Это сделали чуваки из R&D То можно просто уменьшить Входную картинку Это сильно ускорит ее работу Но и Скорее всего Не уменьшит качество работы Потому что Типа Чуваки явно это не оптимизировали Ну Как правило В общем случае То есть Ты, как правило Реально можешь уменьшить Размер картинки И это очень сильно увеличивает скорость Очевидно А Это Блин Это если у тебя картинки Если у тебя фулик инвалюшену Но мы же сейчас на CV сексе, чувак Блин Слушай, не Я все еще как бы На просто ML Вот Еще такой Такой вопрос Про дистилляцию Это верный ответ Как бы Я знаю, как ее сделал Для классификации Как ее сделать Для сегментации И для детекции В душе Я не знаю Ну то есть Как Ну смотри Для сегментации Мне кажется Это примерно так же Как и для классификации Ага Но я там особо не вижу разницы Для детекции Блин Тоже на самом деле Особо не вижу разницы Потому что это переходит В классификацию Где-то там На анкорбоксах Вот Сейчас Ну тебе скорее всего Сетку надо сделать меньше Да? Не, ну тебе еще Чинус У тебя есть Ну предположим Ты просто меняешь это Заменой бэкбона С резонета На мобайлнет Ну Технически тебе Ну просто Бэкбон заменить И попытаться обучить Вот Скорее Как бы Между чем и чем Окей Давай тогда Шаг назад В классификации Ты обычно берешь Предикты учителя Предикты студента И считаешь между ними Какую-нибудь KL KL-дивергенцию Верно Плюс еще можешь добавить Температуру Опциональную В сегментации Опять же мы переводим Ну все эти пиксели Ну да В классификацию Все очень очевидно Да Вот как бы Как это будет Происходить детекции Слушай, а в детекции Ты разве не делаешь В итоге Либо мультикласс Либо мультилейбл Классификацию Вот По анкербоксам Ну там еще Например Есть лосс Связанный с Ббоксами Ну типа У тебя Как бы Боксы не матчутся А учителей и стюн Ты очевидно Один в один А, слушай Ммм Лук слэк легитимно Вот Ну это На самом деле Мне кажется Мой весь ответ Ну ты Прости Я не дистиллировал Окей Ну мой ответ Такой, что Типа я тоже не знаю Как это сделать Ну а здесь Есть другой Типа Хак Очевидно Но у меня есть ребята Которые могут Не, не В некотором Как бы В некотором Приближении Севдолейблинг Это тоже Некоторая дистилляция По сути Ну как бы Для детекции Скорее всего Самый нормальный вариант Который ты можешь сделать Ну без матона Без залезания В архитектуру Это просто дистилляция На трене Точнее На тесте Который у тебя не размечен То есть Ты обмазываешь Тавристиками Да Как бы Там pipeline Понятен Но потом Надеюсь Что сойдется Да Да Окей А про пронинг Ты когда-нибудь Упробовал? Ну как Я его Импостировал Упробовал Вот Важный Ты просто Имеешь ввиду Ну типа У тебя реально Получалось Ускорить Нерсеть С помощью него? Сжать Получалось По весу Но вопрос был Про ускорение Да По весу Понятно Что у тебя еще Например Можно Пластеризовать веса Так чтобы Вообще Наувилки Загнать Но типа Это про уменьшение Именно веса моделей А не инференсы А кстати Если что Так можно и фактеризовать Да Можно даже В эту же тему Блин Нет Не помню С пронингом Такая засада Что тебе нужно делать Струкшел пронинг То есть Например Уменьшать количество каналов Свертка Так что у тебя их было меньше Поэтому пронинг Это типа искусство Да И дальше у тебя есть Некоторая особенность Тем что например Опять же Если ты делаешь Это подустройство Там работают свертки Только кратные восьми А если ты там Типа уменьшил Количество каналов На четыре То типа У тебя нет Учеников улучшения И в этом плане У тебя как бы Обычно Ну я не видел Ни одного успешного Кейса Использования пронинга В проде То есть это такая типа Для меня пока что По крайней мере Научная штука Окей Записал Прунинга нету У них Окей Ладно Ну и наверное все Ну то есть Можно еще там Типа Поспрашивать Про форматы данных Ну вот эти TF1NX Ну типа Это очень такая Типа Не мне кажется Это типа Жесть какая-то Да Ну дел Ну что Давай Да Давай Давай еще тогда Одна задача Практическая И у меня Вопросы закончились Окей Задача следующая У тебя есть Битарная маска На которой есть Квадраты Круги Треугольники Ну типа Такие данные То есть у тебя Есть картинка с квадратами Куча картинок с разными С разными квадратами Куча картинок с разными кругами И куча картинок с разными треугольниками И все это битарные маски Как ты Ну будешь делать модель Которая будет делать классификацию Сейчас Давай подумаем У тебя что есть У тебя Ну картинка абстрактного размера Где есть бинарная маска С прямоугольником Окей У тебя есть картинки Там есть Квадраты Круги Круги И треугольники И треугольники И они как бы отдельно Да Ну да Типа вот есть Куча таких Куча таких Куча таких И они все абстрактного размера Ну да Я понял Вот И бинарные маски Почему-то Да Ну чтобы Типа чин Что если у тебя есть Просто типа цветные картинки То есть разный алгоритм Которые делают Бинарные маски Но как бы Давай упростим задачу тебе И предположим Что ты уже сделал Там их бинарными Чтобы просто Ну проще было делать Тебе хочется делать Классификацию Да Картинок или объектов Ну как бы У меня есть серия картинок Типа это Первый класс Это второй класс Это третий класс Мне нужно делать Классификацию На эти три класса Есть какие-нибудь Кейсы Где они все-таки Встречаются вместе Нет Типа Че серьезно Всегда только Один класс Ну вот давай Попробуем решить Такую Синтетическую задачу Как бы ты к ней подошел Ну давайте Я пройду на джун плюс Короче Резнет Жахаем Вот Таня Сейчас Зачем Ты Просто Окей У тебя есть картинки Бинарные даже Да И все Да Разных блин Даже размеров Да Да Я не знаю Просто взять Какой-нибудь Старый добрый Компьютер Вижн И попытаться Ну давай Придумаем Дукалгритм Блин Я Оооо Нет Ну это жестко Ну ты заставляешь Меня вспоминать Севи Который в OpenCV Какой-нибудь Ну если ты не хочешь Можешь придумать Сответ с помощью Диплёрнинга Типа очевидно Что у тебя есть Какая-то задача Типа с помощью Ответ с помощью Диплёрнинга Он стандартный Короче взять Разнета Посмотреть Да Но у тебя нет данных Это как бы Я говорю тебе Что с прода Ааа Я понял У тебя еще Ааа Это типа не разметка Это просто Я говорю Что так-так-так Выглядят твои данные Там скорее всего Есть три класса Ну типа как ты будешь Прикать задачу Сначала бы надо Разметить Либо это понадобится Для обучения Либо это понадобится Для валидации Хотим мы Или не хотим А надо разметить Ну да Окей предложим Ты разметил нам Сто фоток И там везде Абстрактные они Да Абстрактного размера Абстрактного размера Размера картинки И сами объекты А тут должен быть Какой-то очень простой ответ Да Нет Ну это типа именно Поговорить То есть Мы дошли до этих тем Да Ну скажем так Я хочу посмотреть Как ты мыслишь Окей Просто поток с картиночками Положим Далее же у нас есть Какой-то простой датасет И картиночки даже бинарные Можете дать шкодку Да нет Просто сраный фигня Ну да Это просто очень странная задача Типа тут Ну Ты должен просто Предложить что-нибудь Это Да нет Ну смотри Из того Что мне все-таки нравится Это какой-то Ну давай Мы пойдем Методом диплёрнига Вот Потому что Упенсиви залезать Я сейчас не хочу Вот Технически Мы можем На каком-то маленьком Подножице Обучить Какой-нибудь классификаторчик Вот А дальше На самом деле Использовать КНН Вот Что в итоге У тебя есть Какой-то энкодер Который как-то Их предиктит Дальше он пытается Из твоей выборки Которые тебе есть Найти ближайшие И соответственно Принять решение На чем ты будешь обучаться? Ну на том Что разметил Скорее всего Тебе придется Разметить На 100 раз цепок Ну слушай Мне кажется Задача тут Довольно простая Он должен разделить Я на это Ну если была бы Сложная задача Это все Конечно Вы же пошло бы нафиг Но так как у нас Я так понял Чисто бинарные маски Вообще То есть Нольки То там Это условный мнист Вот Ну я надеюсь Что да Он все-таки справится Ну окей Предположим Вот Ну это Такой Ультра Диплёрнинг Подход В жух-жух И в продакшн Вот А ты Что можешь делать С данными Не размещая их Слушай По данным Что мне кажется Интересным Это Здесь можно Посмотреть Короче Ну это Картиночная штука Всякие Гистограммы Активации Цветов Хотя нет У нас же нет цветов Это бинарная штука Даже Блин Количество пикселей Ну тоже не очень Вот Вероятно Из всякого OpenCV Все-таки Можно достать Признаки Которые будут Автоматически Находить тебе круги Или рисовать Еще что-то Вот И по этим фичам Что-то предложить Вот Но Я сейчас Мало в этом уверен Вот Потому что В OpenCV Я давно не заглядывал Вот Что еще Вот Как так Если бы Это были нормальные Картинки Можно было бы Инстаграмм Наверное Что-то понять Но Это Бинарное Что еще Прикольного У тебя Можно сделать Мне не нравится Что они С разным масштабом Потому что Даже Мне кажется Нейронки На этом А Нет Смотри Если у тебя Прям Такие штуки То ты Можешь Сказать Что Синтетика You know Вот Да Это хороший ответ Ну Блин Мне кажется Это реально Вот только В этой задаче Из-за того Что там Тупо Круги Квадраты Треугольнички Ты можешь Ее нагенерить И сказать Мама Эммедейт И сайентист Вот И обучить Вообще Все что там угодно Да Это хороший ответ Даже типа Саугами И прочим Прочим И сиди Свой Мнист Генератор Вот Что еще Можно придумать Я думаю Что можно Остановиться На этом Ты просто Ждал генератора Да Я ждал Генератора Где генератор Не ну правда Мне кажется Очень легко Решается С помощью Генератора И после Этого Ты Блин Генератор Писать Надо Руками Ну Это лучше Чем писать Анализ Контуров Мне кажется Анализ Контуров В OpenCV Все таки Есть Вот Ну да Здесь Во-первых У тебя есть Анализ Контуров Во-первых У тебя есть Regional Пропс В Скайверне Во Да И у тебя Есть там Например Анализ Моментов Есть Матрицы Есть Разные Фичи На этом Maybe Ну Мне кажется Разметить 100 Самплов Это ты Сделаешь Вообще За час И такой Да Но это Будет Только Валидация То есть Очевидно Ты будешь Только Делать На этом А дальше У тебя Есть Генератор Синтетики На котором Ты обучаешь Либо Модель Обычную На Этого Как Из Из Regional Пропс И Анализа Контуров Либо Обучаешь ResNet 152 Очевидно Чтобы Точно Обучился Ну Блин Мне кажется Здесь ResNet 3 Надо взять Вот И будет Так Собственно У меня закончились Вопросы Пусь В Окей Ща Давай Подумаю Давай Твой финальный Вопрос И мы Перейдем В секцию Соф Скиллов И Калчурал Фит И шутки Про члены Короче Смотри Мы Делаем Какой-то Делал Богов У бота Ассистента Он должен С тобой Говорить Не знаю Общаться Расговаривать Генерить Мемасики И вообще Высыпать Твоим Другом Положим Да Вот Но Положим У тебя Изногда Возникают Сложные Жизненные Моменты Вот Когда Ты Пишешь У бота Как бы Тякую дичь Потому что Он стал Уже Все С твоим Самым Близким Другом Вот И на Эту Дичь Обычно Надо Сказать Чувак Мы Здесь Как бы Вообще Не знаем Но смотри Вот Есть Люди По горячей Помощи Они тебе Помогут Ну Ну Короче Это Так Сенсити В тематике Так Неплохо Окей А ты думаешь Почему Это интересно Вот И В чем Кейс И положим Вот Мы обнаружили Что за 5 лет У нас Не знаю Набралось Вот Таких Кейсов Ну Не знаю 500 Примеров Вот Задача В этом Куче Это Сделать Какой-то Классификатор Вот таких Сенсити В тематике Обращений Вот На этих Блин 500 Примеров Запустить Его Померить Метрики Ну И вообще Как бы Как ты Здесь Будешь Ну Условно Приходит К тебе Продакт И говорит Артур Смотри У меня Короче Я Продакт Молодец Я даже Данные Выгрузил Вот И ты Думаешь Наконец-то Вот У нас Короче Есть 500 Кейсов Вот Обращений Вот В общем Херня Вот Мы на это Отвечать Вообще Не можем Вот Любые болталки Или прочее Нельзя включать Из серии Ты нам Не знаю Напишешь Что тебе плохо И дерзай Друже Вот Так делать Не надо Вот Надо придумать Что-нибудь Нормальное Вот В любом формате Запустить Чтобы мы Отравливали Это дело Переформирую Как я понял Задачу У тебя Условно Есть Какой-то Поток Данных Точнее Поток Сэмплов У тебя Условно Их Миллион Ну Короче Очень Большое Количество Ну Да Давай Положим У нас 100 тысяч Обращений Да Сущим Обращений Из них Только 500 Это Типа Репозитивный Кейс И тебе Нужно Придумать Модель Которая Нашла Еще Какие Такие Среди 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 Нам Нужна Модель Нет Которая Электр Вроде Будет Новый Кейс Вроде Новый Обрабатывает Если Что Да Кстати На Уже Есть Но Сейчас Мы Понимаем Что У нас На самом Деле Есть Одна Science City Автоматика Вот Который Прям Надо Найти То есть У тебя Есть Слон Где Типа 100 К Сэмплов Нулевых Если Что Это В месяц А Это За 5 Лет А А А А Да Прикольно Да Окей Мне Кажется Здесь Реально Можно Поговорить Ну С Моей Стар Мне Кажется Это Можно Обучить На Любой Кейс Да Я понял Смотри Во-первых Тебе нужно Делать Какие-то Очень Дженерик Фичи Которые Отвечают К этому Процессу И дальше Обучить КНН Потому Что У тебя Здесь Очень Большой Дисбаланс Классов И ты Не можешь Просто Обучить Обычный Классификатор Ну Типа Он Тебе Просто Необычно На Обязательно В это Условно Здесь Положим Одна Нейронка Ну Мало Ли Не обязательно В эту Прям Нейронку Но Все-таки Надо Как-то Добавить Ну У тебя Скорее Всего Эти 100 Интентов Делается Поверх Какой-то Опять же Это Модель Которая Делается Поверх Фичей Вот Ты Берешь Эти Фичи Обучаешь КНН На 101 Интент Ну И Дальше Каким-то Образом Оптимизируешь Опять же Получается Рекол Так Чтобы У тебя Не было Ну И Учитывая Что Это Сенситив Тематика Ты Должен Не Говорить Каждому Чувак Успокойся Все Хорошо Ты Должен Реагировать На те Случаи Которые С большей Долей Уверенности Считаешь Что Они Позитивные Так Рекол Или Пресижен Я Путаю Я Обычно На Формулу И Скорее Да Тогда Пресижен Но Находить Нам Надо Рекол Нет Это Сенситив Тематика С бизнесом Нам Нужно Находить Рекол А Рекол Это Единички Среди Всего Потока Единичек Да Ну Чтобы Мы Нашли Все Единички Окей Вот Окей А Ну А Какие Не знаю Фичи Как бы Искал Данные Как бы Валидировал Мне кажется Это Или Too Мач Слишком Ну Учитывая Что у тебя 500 сэмплов То ты их Как бы Делишь 400 Версус 100 И так Делаешь Я не знаю Там 100 раз Ну Типа С разным Радонно Разбиением И обучаешь Модель Вот так Таким образом Типа Ты должен Как-то Очень Выкручиваться Из этой Ситуации А дальше Ты Ну Еще Учитывая Что ты Опять же Возможно Если у тебя Есть какой-то Прям Типа Типичный Кейс То есть Не нужно Прям Ультра Харкорный Специалист В этом Ты можешь Попросить Людей Сделать Такие Сэмплы И то есть Нагинить Какую-то Условно Синтетику Которая Будучи Похож На этот Кейс Либо Если Этот Текст То Скорее У тебя Есть Некоторые Такие Подобия Диалогов В Специализированных Учреждениях Где Это Можно Просто Найти В качестве Примеров На самом Диалогов 100 Ты уверен Что Среди них Нету Таких Случаев Ну Вот Мой Вопрос Я Почему-то Подумал Что Ты Условно Горя Тебе Принес Срез Данных И Тебе Есть 500 Примеров Если Что 500 Примеров Это Продукт Продукт Как Ты Понимаешь Это Человек Ну Тогда Нужно Среди Куча Таких Примеров То Дальше Ты Делаешь Скорее Методом Active Learning Я Смотришь Топ Вероятностей Того Что Выдал Из Этой Части Если Ты Уверен Что Они Такие Же Скорее Все Будет 500 То Ты Берешь Порог Выше Этого Порога Скорее Положительные Примеры И Становят Не 500 А Тысяча Полторы Тысячи Две Тысячи Это Четыре Раза Больше Чем У тебя Было До У тебя Теперь Есть Чистая Разметка Которая Уже Типа Ты Не Так С Этим Жонглируешь Я Ты Более Уже Уверен Потому Что У тебя Есть Больше Положительных Примеров Окей Дил Смотри Здесь Дальше Есть Следующая Интересная Дичь Вот Она Заключается Ну Положим Ты Сделал Какую Модельку Ну Давай Не Говорить Какую Потому Что Это Долбаный НЛП Ты сделал Положим Что Принимает Текст Выдаёт Не знаю Да Да Нет Нет Положим А как Мы будем Проверять Что Работает Ну Типа Что Она Реально Что-то Отлавливает Ну В идеале Ты запускаешь В Проде И Просто Не Выдаёшь Ответ Как бы Правильно То есть Просто Логируешь Её Предикты Ну Смотри Здесь Мне кажется Есть Нюанс Что За 5 лет 500 Даже Если За 5 лет 5 тысяч Согласить Маловато Да Ну То есть Ты можешь Ну А если Мы запускаем Не знаю По умному Типа Абтесты Да Ну да Ты Лучше Человек Это Ждать Человек То Не знаю Год Пройдёт Наверное Чему-то Тогда тебе Нужно Взять Выборку За 5 лет И Разбить Её Просто По времени Типа Таймстепами То есть Ты Чешешь На первых Четырёх Годах И Выдержишь На последнем Годе Таким Разум Эмулируешь Некоторые Прод Ну Это Есть Ещё Нюанс Что Язык Меняется Ну Вот Как бы Ты Это Тоже Отлавишь Туда Ну Можно Так Попробовать Всё-таки Если мы Хотим Провести Какой-то Более Честный АБТС Не знаю Посмотреть Насколько Это Вообще Хорошо Работает Не знаю За месяц За два На какие Метрики Мы можем Посмотреть Ну На Ложно Срабатывание Только Если А что-нибудь Ещё Ну Не знаю Можешь Блин Ты с чатами Прям совсем Не работал Да Ну Если ты Мне подскажешь Я могу тебе ответить Не знаю Вот Если что Давай Чем Можем Не знаю Технически Мы можем Делать Этот Короче Ты Собираешь Некоторые Метрики Качества Типа Работы В целом Бота И смотришь За ними Да Какие Могли бы Тебе Быть Интересны Вот Ну Читать Какой-нибудь Ретеншн Так что Им В общем Интересно Общаться С этим Чуваком С чат Ботом И Не стало Ли ему Менее Интересно С того Ты поменял Модель Дальше Там Не тот Олег Мудак Не Это Просто Типа Абстракция Вот Это Просто Такая Джейнер Хорошая Под Диалоговым Системам Ну И Дальше Скорее Есть Какая Нибудь Оценка Типа Поставьте Лайк Если Вам Понравился Диалог Типа Пользуйся Скорее Стоят Такие Оценки Ты Можешь Просто За Этим Мониторить И Наша Задача В итоге Ну Сделай Так Что У тебя Созначимо Ничего Не Поменялось Дил Прикольно Да Это Чисто Такие Джейнерал Мне кажется Вопросы Сейчас Ну Мы Закончили Секцию Технического Интервью И Мне Принцип Понятно По Твим Харски Лан Сейчас Я Типа Заду Некоторые Странные Вопросы Они Могут Быть Не Очень Приятными Поэтому Если Тебе Будет Некомфортно Ты Можешь На Не Готовился Да Ты Молодец Ты Молодец Окей Расскажи Что Тебе Мотивирует То есть Каким-то Образом Ты Знаешь Как Работать Свертки Мы Это Выяснили Как Так Получилось Что Ты Разобрался Потому Что Некоторые Требуют Некоторого Эфорта Некоторых Усилий И Требуют Посвятить Значимую Час Своей Жизни Тем Чтобы Этим Заниматься О Блин Это Вопрос Но Кстати Говоря Да Хороший Вот Правда Часто Я бы Напрямую Не Сдавал Потому Что Обычно Люди Сложно Отвечают Кажется Это Вопрос На Которых Нет Правильного Ответа Мне Просто Интересно Как Как Ты Используешь Слова Как Ты Можешь Быстро На него Ответить И Нужно На Тебе Копаться Смотри Концептуально Я Типа Копался В Себе У нас Сейчас Будет Серия Психотерапии Вот И Из Тех Мотиваторов Которые Есть Внутри Это Как Я Очень Люблю Знания Понимать Что Мне Нравится Что Знать Очень Люблю Самостоятельность И Всякие Дестигаторские Штуки Чтобы Что Делать Больше И Проще Ну Вот Надо Что Делать Именно Поэтому Мне Кажется Я Все Ремен Разуз Генерализировать И Сделать Вот С точки зрения Тьмующей Свертки И Эта Дичь Это Мне Кажется Очень Сейчас Будет Сложный Кейс Вот Сложная Отсылочка Вот Но Блин Как бы Это Объяснить Так Чтобы Это Все Так На Видео Звучало Не Ужасно Да Наверное Ответ Так Что Ты Разбираешься Только В этом То Свертки Это Малая Часть Из Твоей Компетенции Но Тем У Кор Мне кажется Почему Ты Пошел В Диплёрник Что Тебя Мотивирует Это Один Пример Мне Лично Кажется Что На самом Дели Я Нравится Не Диплёрник И Прочее Прочее А Нравится Стратегия Принятия Решений И Разобраться Почему Мы Принимаем Те Или И Решения Вот Вообще Существует Ли Оптимальный Алгоритм Блин Принятия Решений Вот И Почему Люди На самом Деле Принимают Те Решения Которые Принимают Вот Это Вообще Из Психологии На самом Деле Надо Было Идти Но Пошел С Другого Конца Вот И Мне Кажется Например Что Вот В этих Случек С точки Зрения Диплёрнинга Есть Опять же Две Не знаю Два Столпа Первое Это Изучение Как мы Видим Данные Это Репрезентейшн Вот То Тоже Как Понимает Человек Он Как-то Их Агрегирует Пытается Ужать Свою Коробочку Вы Видим В зависимости Да Ну То Тебе Надо Все Что Ты Видишь Агрегируйте Получить Какие-то Репрезентации Того Что Ты Видишь Вот Именно Поэтому Я На самом Деле Люблю Репрезентейшн Лернинг И Это Вроде Можно Назвать Не Типа Данными А Уже Сам Десижн Мейкинг Вот То Есть Если У тебя Есть Хорошие Репрезентации Текущего Состояния Вот То Ты Можешь Делать Разный Алгоритм Поверх Вот Которые Делают Десижн Мейкинг Вот Поэтому На самом деле Все Увлечение Диплёрнингом Это Лишь Первая Стадия Вот Вот Этого Пейплайна Потому Что К сожалению Без Хороших Репрезентаций Вот И Изучением Все Ты Нормальную Не знаю Предиктивную Не аналитику А вот Именно Сам Принятие Решений Ты Не Сделаешь Вот Поэтому Вот Как-то Так Вот На этой На самом Деле Мотивации И Идем И Как У тебя Выглядит Сейчас Что Тебя В этом Случай Мотивирует И Демотивирует Ну Можно Например Предыдущей Работы Например Сейчас Тотникове До Этого Это Были Другие Места Что Тебе Ну Собственно В рамках Этой Парадигмы Нравилось Что Тебе Не Нравилось Слушай Не На самом Деле Мне Мне Кажется Условно Повезло Наверное Ну Короче Я Тот Хитрый Чувак Который Пытается Больше Фокусироваться На том Что Все Таких Хорошего Положительного Оптимистичного Мне Вот Этот Пессимистичный Взгляд Еще Несколько Не Нравится Потому Что Очень Часто Мне Кажется Он Идет От Того Что Ты Перекладываешь Ответственность За свои действия На Кого Другого Вот У Меня Не Получается Потому Что Не Знаю Начальник Нудак Вот Но На самом Деле Это Не Так Вот Это Ты Поставил Себе В Положение Вот Из Которого Ты Ничего Не Делаешь Ты Говоришь Что Жалуешь И Короче Это Осознанный Выбор Вот Поэтому Мне Кажется Надо С этой Стороны Позитивно Смотреть Вот И Блин И Мне Мне Кажется Повезло Вот Потому Что Очень Часто Это Были И Реально Интересные Кейсы И Задачи И Люди Вот Что Важно И Всегда Это Было Что То Новое Ну И Серия Вот Сейчас Мы Поговорили С тобой Про Севи Вот На Севи В общем-то Он и не Занимаясь Ну Так Сильно Вот И Сейчас Это Больше Типа Всякие Рекомендательные Системы Кучей Ну И Вот Рейль Опять Ну То Есть Это Как Раз Таки Не Знаю Спирали Перезнаний Вот По Всем Этим Областям Постепенно Их Агрегируем Вот Поэтому Я Что Как Повезло Потому Что Всегда Было Что Новое В чем Было Интересно Прочий Менеджмент И Огромный Блок Планирования Нагадая Кварталы Это На самом Деле Тоже Некоторая Такая Мне кажется Опытный Экспириенс Опыт Не знаю Прикольный Опыт Как-то Так И Как Писываются Софтскиллы Опять же В твою Парадигму Ну То есть Как бы Это Тебе Интересно Неинтересно Или Просто Необъедимый Инструмент Или Как Ты К этому Отношешь Софтскиллы Это Часть Знания И Мне кажется Опять же Почему говорю Что я зашел С другого Конца Мне кажется Психология И вообще Понимание Людей Это тоже Некоторые Свои Софтскиллы Эмпатия Постэмпатия И прочие Прикольные Штуки Типа Хардскиллы Эти Узнаешь Сеточки Это Конечно Прикольно Это Некоторые Твои Математические Модели Софтскиллы Это все-таки Про Взаимоотношения С людьми И проверка Некоторых Что-то выучило В итоге Как же Это все-таки Работать Потому что Ты все еще Человек Довольно-таки Эмоциональный Ну то есть Ты пытаешься Сделать модели Но модели В чем плюс модели Они неэмоциональны Люди Они как бы Эмоциональны Это и плюс И минус На принятие решения Где надо Без эмоций Там чуть сложнее Но Как показывает практика На эмоциях У нас есть мотивация И прочее Поэтому мне кажется Софтскиллы Это такое Мастхэв Вот В этом всем Пути Понимания Как же мы И почему Принимаем решение Так что да В принципе Мне Я получил ответ на все вопросы Тогда Спасибо вам за время И я хочу еще раз Чтобы они вам перезвонили Ну Слушай Артур А все-таки А вот что например Мотивирует тебя Почему Почему Ты Ну не знаю Прошел тот долгий путь Самореализации Изи Более Дизайн Что типа На разных стадиях развития Ну типа Это была разная мотивация Связанная Когда-то с Ну как бы Тем чтобы мне интересно Было разобраться В разных властях Тем что Я ощущал что Ну типа Не знаю Да Это совершенно точно Была Соревновательная составляющая Когда я занимался Кэгглом Ну типа Просто мотивация Быть топ-1 Это довольно Очень понятная вещь И очень понятная энергия На которой я довольно Долго ехал А сейчас я переключился Больше на Ощущение Не того что Типа я Могу как-то измерить Свой Господи Свой Прогресс А На ощущение того что Ну типа Я немного Инкентально улучшаю Свои разные Скиллы В разных составляющих И это Как бы Кумулятивно складывается Некоторая большая штука А кроме Может самореализации Еще есть что-то Кайф Просто дофаминчик Дешевый дофаминчик Ну в разных Опять же В разных задачах Есть разный кайф Когда-то Это дофамин Это ожидание того Что ты что-то сделаешь Оно типа Ну как бы заведется И Вот именно ожидание того Что ты что-то сделаешь И оно как-то выстрелит Это дофаминовый кайф Есть еще Сертониновый кайф Связанный с тем Что ты находишь В процессе каком-то И ты кайфуешь От процесса От нахождения в моменте И от других штук Например Компатичное Глубокое общение Оно тоже про В некоторой степени Сертонин Если ты не думаешь О прошлом и будущем Ты просто находишься В общении с человеком В моменте И это только кайфуешь Окей Артур Пишите на почту Пишите на почту YouTube Собака